Начнем говорить. Да, Любовь Ивановна, пожалуйста. Уважаемые коллеги, сегодня мы начинаем круглый стол Всемирной выставки и музея как феномен культуры История, организация, экспрессионные практики. Круглый стол у нас проходит в рамках долгосрочного проекта, который мы начали отуществлять в 2013 году. У меня же современная экспрессионно-выставочная практика «Деятельность российских музеев. Традиции и инновации». Этот проект у нас осуществляется совместно историческим музеем Государственной художественно-промышленной академии именно Строганова и фирма «Неоэкспо-Арт». То есть мы соединили все структуры, которые участвуют в создании экспозиции и выставок, научный контент, дизайнерское решение и фирмы, которые практически осуществляют все эти решения. Таким образом, мы попытались объединить все эти усилия. Я немножко хочу отступить и сказать, ну, во-первых, в 2013 году мы понимали тоже значимость этого проекта, но вот что интересно, в 2019 году вышел документ о проблемах и перспективах развития музейного издела в Российской Федерации. Советую всем ознакомиться с этим документом, очень интересно, это опрос был музейных работников и посетителей о деятельности музея. Так вот, у нас сейчас один из трендов – это расширение деятельности музея, как можно больше охват посетителей и так далее. Все это понимается только в рамках выхода в регион, драйвера региона, как можно больше с посетителями там совершать всяких проектов. Так что оказалось по опросам, что фактически-то расширение деятельности музеев – это все-таки создание контента музея. А для чего тогда это здание, для чего посещение музея? А контент – это экспозиция и выставки. И вот когда пишут о барьерах, которые существуют в музейной деятельности, на одном из первых мест стоит этот барьер отсутствия специалистов по экспозиционно-выставочной деятельности. Поэтому, ну, нисколько не преувеличиваю значение нашего семинара, но тем не менее, вот мы уже в 2013 году это понимали, и вот попытались как-то преодолеть этот барьер благодаря нашим методическим вот этим семинарам. Ну, мы проводим их два раза в год. Тематика делится на две части. Она носит теоретический характер, но в частности у нас были семинары инноваций в экспозиционной деятельности, технологий создания экспозиции, выставок, модернизации экспозиции и так далее. Но поскольку мы исторические музеи, у нас больше историческая тематика, и, кстати, на местах краеведческие музеи в основном, это тематические вот эти все вопросы, интерпретации той или иной темы. И вот это носит практический характер, поскольку эти семинары у нас осуществляются на базе выставок исторического музея. В частности, у нас проходили два семинара по средневековой истории России, семинар по развитию империи во второй половине XIX века, рассматривалась проблема интерпретации Первой мировой войны, очень сложная интерпретация эпохи Великой Российской революции и Гражданской войны, Великая Отечественная война и различные другие. Ну, в этом году, как вы понимаете, были проблемы, и у нас был запланирован семинар на выставке эпохи Александра Третьего. Этот семинар у нас перенесен на 21-й год, так что вы можете следить за нашими анонсами. Ну, и хочу сказать, что на 21-й год у нас запланировано два семинара. Это музейная интерпретация истории XVIII века в России на базе выставки Российской империи, трехсотлетие провозглашения империи. И вот, опять же, совместными усилиями такая вот важная тема, как новация 21-го века в икону выставочной деятельности музея. Так что мы вас приветствуем, приглашаем принимать участие в наших семинарах. Надеемся, что они будут полезны именно в вашей практической деятельности. Ну, пожалуйста, Мария Терентьевна. Да, спасибо. Да, ну я продолжу, Любовь Ивановна, и скажу, что эти семинары, они носят, безусловно, не только информационный характер, но и дискуссионный характер. И в какой-то степени, безусловно, это надежда на то, что наша деятельность, вот это освещение проблем, которые стоят перед музеями, в отличие от проблем как бы околомузейной деятельности, которая, безусловно, чрезвычайно сейчас важна, существуют чисто профессиональные проблемы музея. И экспозиция относится как раз именно к этим базовым, фундаментальным, профессиональным деятельностям. И, безусловно, вот это наша попытка собрать ведущих представителей, вот кто занимается этой областью. А, безусловно, вот наши многочисленные семинары, они всегда касаются вопросов экспозиционного дизайна, экспозиционного построения, новой музейной архитектуры, новых концепций, новых выставок. И не только освещения, но именно услышать о них от их создателей, от авторов, услышать и немножечко приоткрыть вот эту вот подоплеку выставочной деятельности, вот это чрезвычайно важно, на мой взгляд. И мы надеемся, что и сегодняшний наш круглый стол, когда мы расширяем чуть-чуть нашу деятельность, от музеев обращаемся еще и к выставкам. В общем, на мой взгляд, совершенно таком вот, но я не могу сказать забытом, вот забытой области, но мало обсуждаемой, мало о которой говорится. И вот мы считаем, что мы, безусловно, будем говорить и о больших выставках, крупных международных выставках, и о музейной деятельности. И сегодня попытаемся объяснить, как же они соприкасаются, как они близки друг к другу. Вот, пожалуйста, Татьяна Леонидовна, несколько слов скажите от института, от института, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Меня слышно? Меня слышно? Да, да, да. Ну, этот проект, когда он появился в нашем институте, в Академии художеств, просто развивался на глазах. Марья Терентьевна, надо отдать должное, она просто энтузиаст этого дела, и она организовала лекции для студентов еще до ковида, она организовала вот этот круглый стол, хотя это настоящая конференция, и вы все убедились в этом, когда увидели программу. В общем, я хотела бы сказать, что это не случайно, и почему, в общем-то, это надо проект поддержать, и все, что делает Марья Терентьевна, и, в общем-то, мы с ней солидарны, и всегда будем вместе. Потому что, ну, как-то музей музеем, да, экспозиции хорошо, и у нас здесь очень много достижений, и сегодня мы увидим, это дизайнерских даже, вот показов экспозиции. Я о другом. Дело в том, что есть такое понятие, как олимпийское движение. Оно возникло в конце 19 века. Оно как раз и продемонстрировало на протяжении всего 20 века все достижения физической культуры. И это было очень важно. Все государства стремились попасть, в том числе и Советский Союз. Так вот, международные вот эти всемирные выставки возникли раньше, и они уже с середины 19 века задавали тон, тон именно художественный, тон культурный. И когда вот все державы, крупнейшие и малые страны стремились попасть на эти выставки, тем самым они хотели продемонстрировать свое состояние в этой области и вообще показать и узнать, и учиться всему этому. Не случайно вот эта выставка в Лондоне, она, в общем-то, стала отправной точкой. И на протяжении всего 20 века, я хочу сказать, что это олимпийское движение во всемирных выставках, совершенно получило такое развитие. И до сих пор все музеи, вот если попадаешь и в провинциальные, и в московские, гордятся наградами на этих выставках, потому что это действительно было, как говорится, наивысшее признание. Признание и стиля, и направлений, и поисков, и творческих открытий, сохранение традиций. Все на этих выставках, ну, в первую очередь, достижения художественные и технические, то это как раз говорит о значимости этих выставок. Поэтому я считаю, что даже это мероприятие несколько запоздало, потому что у нас так много даже, вот я имею в виду нашей страны, в общем-то, есть о чем сказать. Вот, а тем более вот современному поколению и студентам, и художникам, и искусствоведам, и вообще интересующимся художественной культурой, надо знать все, все, что было достигнуто действительно на этих всемирных выставках. Поэтому сейчас как-то интерес такой масштабный к ним немножко падает. Хотелось бы, чтобы прозвучал и 37-й год в хорошем смысле, когда конкурировали два павильона, как тот же Шпеер ночью подсматривал тайно по-шпионски, каким будет наш советский павильон, и все сделали для того, чтобы противостоять. Это же интересно, но, собственно говоря, не подозревая ничего, действительно произошел какой-то поединок на этой выставке. Это вот Амухина Вера Игнатьевна. Ее скульптура, она же ведь совершенно потрясла весь мир. До сих пор не все у нас это знают, но как французы умоляли наше правительство, чтобы оставили колхозницу и рабочего в Париже. Ну, не удалось. Поэтому я считаю, что мероприятие очень актуальное, очень нужное. Мартиренте мне сил и энергии, в общем-то, это дело развивать. Мы всячески поддерживаем. Академия художеств, как вы поняли, всегда будет, в общем-то, вместе. Спасибо. Спасибо, Татьяна Леонидовна. Максим Анатольевич Бугаев, пожалуйста, вы теперь от фирмы Неоэкспарк. Теперь скажите нам несколько слов. Приветствия. Здравствуйте, коллеги. Рад, что такое мероприятие у нас наконец состоялось. Мы, Мария Терентьевна, с вами, много лет, можно сказать, шли к сочинению этой темы вот так широко, с такими вот специалистами, которые сегодня присутствуют. И что я хочу сказать. Как исполнитель, да, как представитель коллектива, который проектирует музейные экспозиции, как представитель коллектива, который их реализует уже непосредственно, в натуре, как это говорится, хочу сказать, что нам очень важна, нашему профессиональному сообществу, очень важна финальная оценка того, что в итоге мы проделали. И вот эти мероприятия, вот этот формат, который, да, вот мы с вами тогда, с Любовью Ивановной, запустили в какой-то момент, и сегодня удается, пусть не очень часто, но хоть как-то пообсуждать в профессиональной среде результаты нашей деятельности, да, вот обсудить те проекты, которые получились, это очень важно. Спасибо большое, что вы это все двигаете, что вы такую создаете возможность и создаете вот эти площадки. Не знаю, как это будет сейчас дальше вот в режиме Zoom. Последние мероприятия были очень востребованы, было много людей, много интересных вопросов и дискуссий. Ну, а второе, что я хочу сказать, та тема, которую мы сегодня затронем, тема Экспо, и конкретно, вот про что я буду рассказывать, про павильон Российской Федерации на выставке Экспо-2010, 10 лет назад, которая состоялась, тоже незаслуженно забыто, вот как вы правильно сказали в вашем вступительном слове, грандиознейшее мероприятие, великолепный результат нашей страны, мы заняли второе место в этом конкурсе павильонов, и совершенно отсутствие информации. Более того, в самом начале даже была такая волна негатива. Поэтому я надеюсь, мы сегодня эту утрату немножко восполним и расскажем про наш великолепный павильон на выставке Экспо-2010. Спасибо всем за присоединение. Дорогие коллеги, тогда мы начинаем наш круглый стол, и слово мы предоставляем Николаю Ивановичу Бугаеву, это международные выставки Экспо, как феномен мирового масштаба в сфере культуры, экономики, политики, основные принципы организации, концептуальные и творческие особенности создания экспозиции и страны участниц. Пожалуйста, Николай Иванович Бугаев, это международный эксперт выставочно-конгрессной деятельности, организатор более 200 выставок в России и за рубежом, один из инициаторов и организатор первой выставки Интермузея, то бишь, как бы это вот наше сообщество. Николай Иванович, пожалуйста, слушаем вас. Спасибо. Извините. Меня слышно? Все нормально? Моя сегодня задача, моя цель, как я ее в себе вижу, и спасибо Татьяне Леонидовне очень емко в своем вступительном слове сказала о проблемах, о той важности выставок, всемирных выставок, и, к сожалению, о том, что очень мало мы о них знаем. И есть какая-то недооценка вообще влияния всемирных выставок на развитие как всеобщего выставочно-конгрессного движения, так и влияния на музейное сообщество. Я постараюсь рассказать и постараюсь провести некую линию и показать, что есть чему поучиться во всемирных выставках, что есть очень важная особенность в них, и надо изучать этот опыт. Итак, коротко я хотел бы рассказать о всемирных выставках как и с точки зрения исторического аспекта. Предшественникам всемирных выставок или экспо, как сегодня мы говорим, считаются выставки, которые с 1798 года начали проводиться в Париже. Причем тогда проводились эти выставки в основном с участием французских производителей. А уже с 1 мая по 11 октября 1851 года в Лондонском гайд-парке прошла великая выставка промышленных работ всех народов. Обратите внимание на сам подход. Она была организована британским обществом поощрения искусств, производства и торговли и впоследствии признана всемирной первой выставкой. Девиз ее – пусть все народы работают совместно над великим делом – совершенствованием человечества. Это очень интересный подход уже в первой всемирной выставке. И обращаю ваше внимание, что каждая выставка в дальнейшем получила свою тему. Характер всемирных выставок можно разделить на три периода. 1851-1938 – это индустриализация. 1939-1987 – культурный обмен. И с 1988 по настоящее время – это национальный брендинг. Что это такое и почему такие три периода? В период индустриализации выставки были в основном посвящены торговле и демонстрировали технологические достижения и открытия. Ну, например, такое изобретение, как телефон, был представлен в этот период. Данная эпоха внесла значительный вклад в восприятие международных выставок. Тогда же была построена, например, Эйфелево башня в Париже в 1889 году. Культурный обмен. Начиная со всемирной выставки в Нью-Йорке в 1939 году, изначальный характер выставок начал меняться, и их стали посвящать более конкретным культурным темам, прогнозируя более светлое будущее для общества. Технологические изобретения несколько отошли на второй план. В 1939 году темой выставки было построить мир завтрашнего дня. В 1964 году мир через взаимопонимание. И выставки стали поддерживать активное межкультурное общение в целях обмена инноваций. Можно сделать вывод, что актуальность и востребованность темы диктуется тенденциями мирового развития и стремлением стран-участниц показать готовность в наибольшей степени ответить на новые вызовы. С 1967 года страны-участницы стали строить национальные павильоны. Что очень важным стало событием в развитии всемирных выставок. Их проектировали, как правило, очень известные архитекторы и художники. Например, до революции российские павильоны в создании российских павильонов принимали участие в Воснецове и Штехе. Один из самых известных советских павильонов был построен в Париже в 1937 году архитектор Борис Иоафан. Это лаконичное здание, о котором уже сегодня говорили, послужило постаментом для скульптуры рабочей колхозницы Веры Мухин. Павильон и экспозиции отражали им конкуренцию определенную. То же, о чем сегодня говорила Татьяна Леонидовна. В 1937 году напротив советского павильона немцы воздвигли башню с Орлом Третьего рейха. В 1967 году в канадском Монреале советский павильон, трехуровневое здание с летящей крышей, его сегодня, кстати, можно увидеть на ВДНХ в павильонах номер 70, с потрясающей экспозицией, стояло напротив огромного и эффектного домосферы США. Если говорить об участии России и Советского Союза в этих всемирных выставках, то дважды в 1958 году и в 1967 году СССР был удостоен Гран-при. Это был совершенно ошеломляющий успех. И надо сказать, что в советское время участию во всемирных выставках уделялось колоссальное внимание. Над этим работали под управлением высших государственных чиновников, работали все лучшие художники, все лучшие архитекторы и собиралось в экспозициях, собирались все достижения и все разработки и действующие, и будущего. Возвращаясь к темам Экспо, хочу обратить внимание на несколько последующих. В Шанхае лучший город для лучшей жизни. Милан накормить планету энергия для жизни. Дубай, который в 2021 году будет проводить Экспо, соединяя умы, создаем будущее. Их актуальность, этих тем, очевидна совершенно. И я бы хотел сказать несколько слов в этой связи об участии, о планируемом участии в Экспо 21 Российской Федерации. Предполагается, что будет построен павильон площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Это будет конструкция сферической формы высотой более 25 метров. Элементы фасада будут использованы новейших технологий. И центральная идея павильона – машина и человек с показом цифровых технологий, искусственного интеллекта, робототехники, беспилотной техники и так далее. Это будет, пожалуй, новый какой-то шаг в участии России в таких выставках. Надо сказать, что в ходе одной из дискуссий экспертов возникло интересное сравнение. Предположим, что у человечества, как у больного, есть проблемы. А у многих разработчиков есть предложение по их лечению. И некоторые эксперты сделали такое сравнение, что можно сравнить Экспо с Экспрессом, доставляющим лекарства больному. Действительно, показано все самое лучшее. Если говорить о значимости Экспо для мирового сообщества, то это, как уже сегодня и отметила Татьяна Леонидовна, это фактически Олимпийские игры в интеллектуальной, промышленной, культурной и политической сферах. Недаром за право проведения борются, как правило, от пяти до семи стран за каждую выставку. Несмотря на огромные затраты организатора, они колеблются в пределах от полутора до пяти миллиардов долларов, должен потратить организатор. Потом эти средства, безусловно, окупаются, как правило. Но в страну при этом приезжают десятки миллионов туристов. Созданная инфраструктура используется в дальнейшем, и это становится имиджевым событием для страны. Я хочу сказать, что, например, в Японии это было 64 миллиона посетителей, в Китае этот рекорд, который еще никем не побит, это было 73 миллиона посетителей. То есть колоссальные цифры. Но при этом, например, Китай и решил целый ряд своих социально-культурных задач. Что сделали? Они фактически привезли из отдаленных уголков своей страны, привезли огромное количество людей с тем, чтобы показать им на выставке, на экспо, показать современнейшие достижения человечества и показать, куда движется человечество. И тем самым была задача поднять культурный уровень своих жителей. СССР и Россия ни разу не проводили у себя экспо. В 1967 году, получив гран-при, могли получить и право на проведение экспо, но, к сожалению, экономические возможности не позволили принять экспо. Но, тем не менее, несколько попыток уже в истории Новой России были предприняты. В 2002 году Москва проиграла Шанхаю в 2010 год. В 2013 году Екатеринбург проиграл Дубаю в 2020 год. И сейчас, в 2020 году Екатеринбург опять проиграл Окинаю в 2025 год. Почему? Почему так происходит и что за этим стоит? Тем более, что еще раз хочу подчеркнуть, по значимости, по имиджу, по экономике это событие действительно мирового масштаба и действительно стоит наряду с Олимпийскими играми. Мое мнение, как участника конкурсных событий 2002 года и одного из руководителей нашего павильона в Шанхае в 2010 году. Короткая история. В 2002 году Москва представила очень содержательную, интересную концепцию проведения экспо на территории ВДНХ. Вообще, все эксперты отмечали, международные эксперты, которые приезжали и смотрели на месте наше предложение, они отмечали абсолютную уникальность территории ВДНХ и ее, собственно, приспособленность для проведения такого мероприятия. Я, как замгенерального директора ВДНХ, в то время входил в группу разработчиков и организаторов всех трех презентаций, которые страна должна делать перед Международным бюро выставок. Ну, короткая реплика, чтобы вы понимали. Международное бюро выставок – это организация, которая была создана в 1928 году при принятии конвенции о всемирных выставках. И она призвана регулировать все взаимоотношения организаторов выставок, определяет организаторов выставок и определяет все нормы и правила проведения международных выставок. Вообще говоря, их было проведено за все это время 61 выставка и специализированных, и признанных так называемых. Поэтому 169 стран являются на сегодня участниками Международного бюро выставок. Эта организация занимается только самыми крупными проектами, потому что, как вы все знаете, международных выставок очень много. Но всемирные выставки – это особый статус, это особая категория таких выставок. Так вот, нами была подготовлена заявка, это колоссальная работа, 140 листов по всем направлениям, от темы до характеристик погоды, финансового обеспечения, гарантии Москвы и правительства, и проведены блестящие презентации. Но наша страна поздно начала. Пока мы разбирались, что и к чему, китайцы уже три раза объехали все страны-участницы, потратили, пять лет занимались подготовкой, потратили более 300 миллионов долларов на то, чтобы выиграть этот конкурс и этот проект. То есть они поставили перед собой задачу провести на своей территории все – Олимпийские игры, всемирную выставку, ну и так далее, понимая всю значимость для государства в международном масштабе, значимость стать организатором. Мы, к сожалению, потратили только 22 миллиона рублей, работали два года и при этом проиграли из 168 голосов, проиграли всего 13 голосов в этом проекте. Екатеринбург проиграл, с моей точки зрения, из-за недостатка, как и мы, в 2002 году влиятельного административного ресурса на последних этапах конкурса. Ну, если вы вспомните, то в борьбе за Олимпийские игры 2014 года самое активное участие принимал наш президент. И это стало одной из серьезнейших поддержкой нашей победе. К сожалению, видимо, пока еще нет достаточной оценки важности для государства и политической, и имиджевой проведения экспо. Я думаю, что все-таки такое понимание формируется, и мне кажется, что в ближайшее время мы получим несколько другое отношение. Хотя, как вы понимаете, сегодня с точки зрения политической изоляции мы, конечно, сталкиваемся и с некими мнениями других государств. Ведь Международное бюро выставок – это межправительственная организация, и туда входят представители, как правило, правительств разных государств, и они отражают и позиции своих государств в отношении тех или иных конкурентов, которые претендуют на проведение экспо. Вы, наверное, можете спросить меня, при чем все вышесказанное и музейная деятельность, я и музейная деятельность. Я намеренно, может быть, не анализирую сегодня подходы и содержание каждой из экспозиций или темы, реализации темы на всемирных выставках, потому что это, мне кажется, и я поддерживаю, что эта тема может быть нескольких еще таких же круглых столов, где можно рассматривать на конкретных примерах, на конкретных фотографиях, на конкретных концепциях, как раскрывалась та или иная тема, но сегодня мы будем говорить, и Максим Анатольевич покажет, как раскрывалась тема в Шанхае, сложная очень тема на примере нашей российской экспозиции. Но возвращаясь к некой перекличке, что называется, тематики и подходов к формированию экспозиций всемирных выставок и музейной деятельности. Прежде всего, изучение подходов к организации экспозиции на Экспо, как мне кажется, с художественной, технической точки зрения, обеспечение безопасности, работы с посетителями, дает огромный материал для размышлений музейщикам и вообще всем выставочникам и помогает понять тенденции развития человечества и ориентирует в быстро меняющемся мире запросов. То есть, фактически каждые пять лет на универсальных выставках мы получаем глобальный тренд, а каждые два года на специализированных и так называемых признанных выставках мы получаем некую детализацию и под тему основную этого тренда. И если мы рассматриваем музеи как живой организм, а не как склад артефактов, если хотим привлечь посетителей, вовлечь их в процесс познания, то надо действовать в ключе международного опыта, в том числе и Экспо. И это не зависит от размера и категории музея. Ведь, посудите сами, время от времени приходится обновлять экспозицию, менять формы подачи, учитывать запросы, создавать сценарии работы с посетителем. Если мы хотим достичь успеха, то собираем вокруг себя лучшие умы, определяем актуальность тематики, пишем концепцию, разрабатываем проект художественного оформления и так далее. Это те же элементы и те же подходы, которые характерны для подготовки экспозиции в любом из павильонов или любого участника Экспо. Ну, например, как мы действовали по Экспо-2010. Оргкомитет тогда возглавил министр промышленности и торговли Виктор Борисович Кристенко. Оператором по итогам конкурса стал ВВЦ, который представил лучший проект подготовки. Я к тому времени возглавлял рабочую группу по формированию содержания самой экспозиции. Мы организовали конкурс на лучшее архитектурное решение павильона и победили молодые архитекторы, и об этом сегодня будет более подробно рассказано. Тема Экспо была «Лучший город для лучшей жизни». Можете представить себе наше состояние в 2008 году, когда начались размышления о том, как показать, и на примере каких городов России раскрыть эту тему. Когда у нас были потеряны традиции градостроительства, когда у нас города переживали не самые лучшие времена. И мы поняли, что надо искать другой путь. Работала большая творческая группа, и архитекторы, художники, эксперты из Франции, Германии. И много было идей, но в конечном итоге приняли идею Бориса Краснова. Видимо, для вас эта фамилия знакома, известный художник-декоратор. Но, к сожалению, сегодня он в некоторой степени уже не имеет возможности так работать, как работал до этого. Но была выдвинута идея «Город будущего глазами детей». И опирались в основном на книгу Носова «Незнайков в цветочном городе». Ну, нас критиковал тогда только ленивый. Я не буду рассказывать, как все было сделано. Может быть, только несколько слайдов, если есть возможность показать. Юль, запустите, пожалуйста, слайды, которые Николай Ванчур относится. Да, вот вы видите, это я показываю эти слайды просто для затравки. Можно их перелистать один за другим. Максим Анатольевич расскажет более подробно об этом. Но мы, продолжая эту историю, мы не побоялись, не отступили и в конечном итоге выиграли. Построили павильон, оборудованный на высоком уровне. И в конечном итоге из 49 павильонов он был отобран организаторами в качестве лучших. И сейчас в числе пяти функционирует на этой же территории. Все остальные павильоны, 49, которые были построены, они на сегодняшний день были разобраны. За шесть месяцев в павильон приняло около семи миллионов посетителей. Это десятая часть всех, кто был. Ну, вы видите, в частности, на фотографии сейчас посетителей нашего павильона. Это два руководителя государств, которые знакомятся с экспозицией. И одна из особенностей международных всемирных выставок – это проведение дней государств. Каждое государство обязательно на всемирной выставке с участием первых лиц государства проводит свой день с демонстрацией культурной программы, технической. Это очень большая тоже работа, в которой принимает участие более 300 человек делегации каждой страны. И я могу сказать, вот вы видите сейчас, какая очередь стояла в наш павильон. От четырех до шести часов занимали место, занимали очередь посетителей, чтобы попасть в наш павильон. Он был один из самых посещаемых на всемирной выставке. Кстати, и последующие выставки отличались тем, что последующая экспозиция России в Милане отличалась тем, что там всегда было много посетителей, потому что экспозиции сейчас Россия стала формировать достаточно интересно и серьезно. И в итоге из 190 стран-участниц мы заняли второе место за раскрытие темы. Что характерно и что интересно и что меня до сих пор поразило. Все китайские СМИ в течение полугода освещали, в том числе и постоянно говорили о работе павильона, об экспозиции, о деловой части и так далее. Наши СМИ, к сожалению, не только не уделяли этому внимания, но мы просто были обескуражены таким невниманием, скорее, общества, невниманием средств массовой информации к той работе, которая была направлена на продвижение имиджа нашего государства. Все-таки 600 делегаций официальных и те записи в книге посещений показывали, что и рассказывали о том, что это очень достойно и достойно представлены не только декоративные какие-то вещи, но там были представлены, и Максим сегодня покажет, были представлены экспозиции регионов, были представлены лучшие научные разработки нашей страны, и все было очень достойно. В заключение хочу еще раз сказать о своем видении, о своем подходе к вообще формированию любой экспозиции, формированию, подходу к формированию любой выставки. Если хочешь двигаться вперед, то учись анализировать события, беря опыт и методику на себя, пытайся разобраться и понять, в чем суть идей творчества ведущих специалистов, в том числе, которые занимаются подобной спецификой. Не бойся выглядеть несостоятельно, задавая вопросы. Бойся быть таким, провалив дело. Я хочу сказать, высказать еще одну идею. История участия России, история участия СССР, эффективность этого участия во всемирных выставках, с моей точки зрения, заслуживает более системного изучения и обобщения, а может быть и специальной экспозиции в музеях. Возможно, и ГИМ найдет возможность рассмотреть такую идею, и при поддержке Минпромторга, который сегодня занимается всемирными выставками, представляя Россию на всемирных выставках, организует такую экспозицию. Это было бы очень интересно, потому что всегда Россия и всегда Советский Союз очень достойно выглядели на всемирных выставках. Начиная с 1851 года, где были получены нашими производителями, были получены просто первые награды за целый ряд представленных экспонатов, целый ряд представленных разработок. И на каждом этапе, на каждой выставке Советский Союз и Россия представляли очень достойные экспозиции. Мне кажется, это было бы интересно. Я в том числе готов принять участие в разработке концепции подобной экспозиции. И думаю, что это было бы интересно не только в большой экспозиции какой-то общей, но и в региональных музеях, потому что многие регионы, многие территории были достойно представлены и с точки зрения истории, и с точки зрения конечного результата участия во всемирных выставках. Ну и желаю всем успеха, здоровья и с наступающим Новым годом. Я готов в будущем ответить на вопросы всех участников. Эти вопросы можно задавать и как-то собрать, наверное, и подготовиться к следующему, если будет такая возможность, к следующему круглому столу или любому другому мероприятию, потому что тема влияния всемирных выставок на выставочно-конгрессную и музейную деятельность, она неисчерпаема. Спасибо. Спасибо огромное, Николай Иванович. Очень емко и очень убедительно вы нам рассказали. Спасибо. Спасибо. Так, следующее сообщение, следующий доклад придется, вернее, и буду говорить или читать я. Ну и, безусловно, большое количество вот тех моментов, о которых я хотела говорить, уже были проговорены. И поэтому я буду очень-очень выборочно говорить как бы о самых главных моментах. Почему? Потому что практически уже было сказано об огромной роли всемирных выставок. И вот эта роль, вот это значение на развитии в каком-то отношении на процесс глобализации и консолидации мирового культурного процесса, безусловно, принадлежит выставкам, промышленным, универсальным выставкам, которые насчитывают уже около 170 лет, и в 2021 году будет 170 лет со времени первой выставки, о которой я буду говорить чуть дальше. Что мне хотелось бы сказать? Они, безусловно, являются ни с чем не сравнимым явлением по грандиозности масштабов и влиянию на мировую культуру. Не только на экономику, не только на торговлю, но и в целом на культуру. Можно сказать, что в какой-то степени в большей мере, чем в выполнении своих непосредственных функций в сфере торговли, промышленности, в презентации новейших научно-технических достижений, а также в продвижении глобальных социальных концепций и идей. В процессе своего развития они меняли свои цели и задачи, оставаясь выдающимся социокультурным достижением своего времени и проектным феноменом. И, конечно, международная всемирная выставка – это проектный феномен. Здесь по-другому его определить нельзя. Это глобальные, грандиозные проекты в сфере общественного развития. И они несоизмеримы ни с чем. Безусловно, конечно, вот эта близость всемирных выставок и Олимпийских игр, она, безусловно, очевидна. И в какой-то степени именно всемирные выставки и Олимпийские игры сыграли огромнейшую роль в процессе глобализации, глобализации мирового сообщества. И если в середине XIX века, с момента организации первой всемирной выставки, их создание было связано с бурным промышленным развитием всех отраслей производства и торговли, то постепенно они изменяют свой характер и в какой-то степени предназначение, становясь яркими и убедительными пропагандистами новых технических и научных новаций, художественных и культурных тенденций, а в XX веке и новых идеологий, новых устремлений общества, нового не столько в промышленном производстве, сколько в социально-экономической и гуманитарной сфере. Современные выставки, поменяв свой статус и сферы интересов, стали более адекватны своему содержанию, их стали называть универсальными, переместив акценты приоритета с торгово-промышленных сфер в область социального и культурного развития. Прогнозирование и, безусловно, в новую социально-культурную идеологию мирового сообщества. И надо сказать, я уже не буду тогда вам читать свой текст, а лучше скажу, что, безусловно, выставка всегда с самого начала приобретает черты вот такого глобального, глобального проекта, в котором участвует огромное количество самых наилучших голов, если хочется сказать. Это крупнейшие концептологи, крупнейшие знадоки промышленности, промышленности, политики. Это всегда блистательные архитекторы. И просто даже если перечислить, что на всемирных выставках работали все. Шехтель, Рапет, Мельцер – это дореволюционные. Современные выставки 20 века делали и Мельников, и Эафан, и другие наши архитекторы. Я уже не говорю о том, что мисс Ван-де-Роя строит свой павильон в Барселоне 1928 года, как, в принципе, предъявляя первый объект современной архитектуры и тем самым закладывает новую стратегию архитектурного развития. Это выставочный павильон. Мельников строит в 1925 году. Выставочный павильон, который дает вот эту огромнейшую известность русскому конструктивизму. И не будь выставок, которые делает Мельников и Эль Лисицкий, о русском конструктивизме мало бы кто знал. Они именно были предъявлены на вот этих международных смотрах, на международных выставках. Надо сказать, что Врубель пишет «Принцессу Грёзу» не для Третьяковской галереи, а для выставочного павильона на Нижегородской ярмарке. И, безусловно, вот близость выставки и музея, она, в общем-то, близка. Несмотря на то, что генетически они разные, у них разные корни. И если выставка берет свое начало от торга, от ярмарки, и, надо сказать, огромное количество промышленных специализированных выставок, они так и сохранили свое название, это ярмарки, то музей, конечно, происходит из тезаурса, из сокровищницы, из храма. И вот здесь вот, но при том, что у них разные вот эти вот корни, разная генетика, они очень-очень близки в своем проявлении, в своем вот социальном значении и в своем социальном статусе. И огромное значение им имеют средства, которыми это все реализуется. И выставка всегда была для музея, всегда была такой стратегической, экспериментальной площадкой, потому что огромное по количеству идей, рожденных на выставке, оно потом, адаптируясь, переходит в музейную сферу. Оно, адаптируясь, переходит совершенно в классический арсенал музейных средств. И вот это вот единение как бы вот выставки и музея мы сегодня тоже попытаемся немножечко раскрыть и объяснить, почему мы так даже вот расширяем музейную сферу. Почему? Потому что выставка – это экспериментальная площадка, которая имеет грандиозное значение. Вот, а сейчас я хотела бы показать и рассказать немножечко о первой всемирной, почему? Потому что, ну, это вот основная цель моего доклада. Пожалуйста, Юля, покажите наши картинки, мои. Да. Так, давайте вот уже, это первая моя заставка. Следующую, пожалуйста. Ну, вот большой хрустальный дворец, как потом обозвали павильон первой всемирной выставки, который строит Джозеф Пакстон по совершенно новой методике. Эта методика в какой-то степени аналогично оранжереям, так как Пакстон строил оранжереи. И в то же время, уже начиная с вот этого первого павильона, закладывается абсолютно новый архитектурный принцип. Дело в том, что мы имеем, вот следующий, пожалуйста, показывайте постепенно. Дело в том, что мы имеем вот это модульное строительство и в какой-то степени прообраз того, что будет потом развито в середине 20 века. Это не строилось на площадке, вот на эти колонны чугунные и стекла. Они были сделаны в другом месте. А в гайдпарке шла только сборка. Это сборное, модульное строительство, которое потом станет таким вот основным для всего и 19 века, и 20 века форма крустального дворца. А он был полон света, он был пронизан светом, потому что вы видите, что здесь применено всего-навсего 3000 колонн, 3300 чугунных колонн одинакового наружного и внутреннего диаметра, соответствующий количеству однотипных металлических балок и 3300 тысяч листов стекла для стены крыши, которые покрывают площадь 81 тысячу квадратных метров. Сам павильон был 564 на 125 метров и высотой 40 метров. Это даже по меркам 20 и 21 века огромнейшее пространство, которое было создано за кратчайшие сроки, за всего 6 месяцев. Для середины 19 века это было грандиозно не только по объему строения, но и по вот этой совершенно новейшей технологии, которая была здесь применена и которая будет потом очень-очень бурно развиваться практически весь 20 век. А то, что это дало форму всем европейским пассажам, гостиным дворам и прочему-прочему, я думаю, что здесь даже комментировать не надо. Пожалуйста, Юля, покажите еще нам сам дворец, как он выглядел. Это огромнейшее единое здание, единое пространство. Позже выставки начнут делать национальные павильоны и строить разные павильоны, а первые выставки они строили один единственный огромный вот такой вот павильон. Дальше, пожалуйста, покажите нам его с разных сторон, чтобы иметь представление и о популярности этой выставки, и вот о грандиозном строении. Безусловно, в выставке приняло участие 40 стран и 19 колоний. Для XIX века это было, в общем-то, грандиозным международным явлением. Дальше, пожалуйста, почему? Потому что такого единения, такого единовременного представления техники, искусства, промышленности, в принципе, еще мир не знал. Надо сказать, что идея выставки... Сейчас, одну секундочку. Да, она рождается в 1933 году. Да, дальше, пожалуйста. И она идет под покровительством, лондонская выставка принца Альберта, который был патроном выставки, который ее инициировал, и королевой Виктории. Почему? Потому что они прекрасно понимали значение вот такого смотра, грандиозного смотра для современной промышленности. А в середине XIX века, вы знаете, это промышленная революция, это переход на совершенно новые технологии, которые требовали действительно и новых подходов к самому главному, к проектированию того, что производилось. Дальше, пожалуйста. Пожалуйста, Юля, вот покажите это несколько картинок, причем выставка очень хорошо иллюстрировалась, открытие выставки с ее общего представления. Надо сказать, что в павильоне были сохранены два грандиозных вяза. Почему? Потому что английский парламент запретил их срубать, и они вот оказались под крышей этого грандиозного дворца. А во время открытия из центрального фонтана били ароматизированные струи. Таким образом, вот эта огромность, вот эта масштабность, вот этот пафос выставки, он был проник, в общем, проникнут всем. Дальше, пожалуйста, мы сейчас просто посмотрим. Сейчас можно показывать подряд. Это королевская чета, это королева Виктория и принц Альберт. И дальше мы поговорим, почему они здесь так важны. Вот общая панорама выставки и вот как это выглядело. Дальше, пожалуйста, можно подряд. Почему? Потому что это вот фрагменты, фрагменты выставочной экспозиции, фрагменты то, как выглядела выставка. Конечно, она собрала огромное количество предметов художественной промышленности. И вот здесь было представлено огромное количество предметов культуры, предметов быта, предметов даже, ну, предметов, связанных с такой вот культурной деятельностью. Здесь было очень много вещей, произведений искусства, произведений мануфактур, которые предъявляли свою продукцию очень по-разному. И как раз экспозиции первой выставки, они несколько отставали от ее архитектуры. И здесь был такой вот момент, что сами предметы, они оказались, в общем-то, это же время викторианской эпохи, это время эклектики, это такой расцвет, бурный расцвет эклектики. И вот этот вот срез, который дала выставка, был, конечно, феноменален. Почему? Потому что стало совершенно очевидно, что необходим новый участник этого процесса, что необходима совершенно новая профессия для того, чтобы справиться с вот этим многообразным, различным вот художественным производством. То бишь, именно выставка 51-го года с очевидностью ставит вопрос дизайнер. Нужен дизайнер, нужен человек, который стоит между проектом и производством. И вот это вот осмысление, что британская промышленность без дизайна уже не обойдется, вот это все практически итог выставки. Было заключено огромное количество договоров и прочее. А вот это технический отдел. Поэтому выставка не только представляла красивые предметы обихода или украшения интерьеров. Нет, она представляла станки, она представляла пушки крупа еще пока стали, а потом круп будет демонстрировать пушки. Вот это очень интересная картинка, несмотря на то, что она маленькая. Но, может быть, вы разглядите. Это в центре выставки, в центре павильона стоит стол, за которым заседают. А это жюри. И вот эта первая выставка, она рождает еще такую стратегию конкурса. Это все делается на конкурсной основе. И конкурс чрезвычайно важен для вот этого огромного многообразия продукции, для огромнейшего многообразия научно-технических результатов. Почему? Потому что конкурс дает как бы путевку в жизнь вот этим предметам, этим направлениям. В принципе, он формирует бренды. И вот это чрезвычайно важно. Выставка формирует очень серьезную систему наград. И там есть дипломы, медали, которые потом производитель может употреблять в своей рекламе, и которая становится его знаком, отличительным знаком в какой-то степени качества его продукции. Дальше, пожалуйста. И вот самое интересное, что действительно, может быть, не все знают, что уже на первой всемирной выставке в 51 году XIX века был музеум. И вот это первые экспозиции музеума. Это внутри выставки. Был сделан зал готического искусства. Причем этот зал был сделан с подлинниками, которые были взяты из музеев. И был сделан следующий, пожалуйста, так называемый, пожалуйста, можно чуть-чуть вот покрупнее, если нам показать. Египетский двор. Это вот была сделана прекраснейшая. Это тоже музеум. Это тоже выставка, которая давала представление о египетском искусстве, о вот этом вот удивительном, необыкновенно популярном в это время. Как бы это действительно две темы, которые волновали середину XIX века. Это вот этот риверс в готику, которая считалась золотым веком европейской культуры и искусства. И вот эта загадочная египетская культура, которую тоже только-только открывали в какой-то степени. Дальше, пожалуйста, покажите еще нам вот эти вот картинки. Это и музеум. И надо сказать, идея музеума на последующих выставках и XIX века, и XX века, она обязательно. Вот такой сборный музеум входил в состав всех выставок без исключения. Позже будут собираться до трех тысяч произведений, причем позже будут строиться отдельные здания для музея-экспо. Туда будут собирать огромное количество подлинных произведений искусства из разных стран. Это такие вот сборные международные крупнейшие экспозиции. Надо сказать, что даже выставка 1967 года в Монреале, когда Мексика отдавала на выставку каменную скульптуру некого божества, которая весила две тонны, то ради экспонирования этой скульптуры была усилена конструкция павильона. Почему? Потому что она должна была стоять на втором этаже в легком сборном павильоне выставочном. Так вот, ради одной этой скульптуры была усилена конструкция павильона и усилена конструкция лестницы, по которой эту вот скульптуру должны были поднять в экспозицию. Надо сказать, что на выставках выставлялись крупнейшие художники. Все наши передвижники всегда участвовали во всемирных выставках. Лучшие художники, скульпторы, графики участвовали во всех выставках XX века. И вот это вот включение искусства в выставку, оно было совершенно, ну, как бы обязательным. Дальше, пожалуйста. И вот здесь вот то же самое. Вот посмотрите, как здесь экспонированы этот 1851 год, как экспонированы вот эти вот мумии египетские. И станет понятно, откуда, в общем-то, приходят вот эти приемы экспонирования. Потом в Британский музей и потом, в общем-то, распространяется по мировым музеям мира. Дальше, пожалуйста. И, наконец, мы видим вот еще последняя картинка, которая иллюстрирует нам египетский двор, как раз на фоне вот торцовой стены Хрустального дворца. Причем совершенно в таком вот, ну, хочется сказать, голливудском антураже. И, может быть, понятно, откуда было потом Голливуду брать свои образы вот таких монументальных, крупных, грандиозных сооружений и грандиозных представлений. Дальше, пожалуйста. И вот это мы видим уже закрытие выставки, которая проработала полгода, которая имела колоссальный экономический успех. Они заработали 186 тысяч фунтов стерлингов, которые были потрачены потом на культурные цели и на приобретение участка в центре Лондона, в Соуткинсингтоне, который потом стал таким музейным островом. И еще одна картинка у нас есть, пожалуйста. И вот это, пожалуйста, здание выставки, когда выставка уже закрыта была. Однако, почему вот я и говорила об этом, выставка имела свое продолжение, причем для нас, возможно, необыкновенно значимое. Не все страны увезли свои экспонаты с выставки, и выставка еще какое-то время работала в качестве музея. И на основе вот того, что было оставлено после выставки 1851 года, организуется музей декоративно-прикладного искусства. Это был первый в Европе музей декоративно-прикладного искусства, который сначала помещался в приспособленном старом здании, затем ему строят новое здание в Соуткинсингтоне, и он одно время называется Соуткинсингтонский музей. И, наконец, в конце века, так как патронами выставки были принц Альберт и королева Виктория, которые всячески поддерживали этот музей и даже отдали в него свои личные коллекции прикладных предметов, в конце века Соуткинсингтонский музей получает знакомое нам всем имя музея Виктория Альберта. И строит свои здания. Таким образом, вот эта вот выставка, она послужила еще вот таким вот импульсом, она послужила грандиозным таким осознанием, во-первых, в сфере дизайна, в сфере промышленности, в сфере дипломатических отношений и торговых связей, в сфере представления стран со всеми их особенностями, культурными традициями и прочим. И послужила, конечно, вот для музейной сферы вот тем самым первым камнем, который ложится совершенно в определенную систему музеев декоративно-прикладного искусства. Музей Виктория Альберта становится главным музеем прикладных музеев мира. Вслед за ним открываются музеи в Вене, в Берлине, в Праге. И по всей Европе идет такая вообще волна, когда открываются музеи декоративно-прикладного искусства, которые начинают быть открытыми для публики, но в большей степени они предназначены для воспитания нового поколения художников, которые должны быть связаны с промышленным производством и которые должны, в общем-то, внести свою лепту в организацию в целом мира. Таким образом, вот эта выставка 1851 года закладывает самые основополагающие, самые основные правила, формы. Она разрабатывает концепцию выставки, она разрабатывает девизы выставки, и все выставки последующие пойдут с девизами. И, конечно, вот это и такое инициирующее значение и для музейной сферы было совершенно вот таким вот, ну, безграничным, хочется сказать. Я могу ответить на вопросы, если они будут. Кажется, я сказала все. Спасибо. Так, следующее наше сообщение – это Татьяна Леонидовна Астраханцева, которая расскажет нам две России, советская и эмигрантская, на международной выставке современных декоративных и промышленных искусств 1925 года в Париже. Доктор искусствоведения, главный научный сотрудник НИИ «Теории и истории изобразительных искусств» Брах, руководитель, да, член-корреспондент Российской Академии художеств, руководитель образовательных программ. Татьяна Леонидовна, пожалуйста. Да, добрый день еще раз. Слышно? Ну, мое выступление посвящено достаточно известной выставке 25-го года, и она известна больше всего нашими достижениями. И все наши исследователи особенно акцентировали внимание на нашем архитектурном павильоне Мельникова, на той новизне, даже новаторстве, которое просматривалось в этом павильоне, и на достижениях не только архитекторов, но и графиков, художников по книжной графике, по плакату. А вот меньше всего уделялось внимание тому, чему, собственно говоря, выставка была и посвящена. Она была посвящена, особенно вот в 25-м году это очень было нужно, тому, как Европа возрождалась после Первой мировой войны. Посвящена была предметному миру и той среде предметной, которая, в общем-то, должна была возродиться. И не просто возродиться в Европе со всеми там декоративно-прикладным искусством, художественной промышленностью, кустарными там ремеслами, но возродиться роскошно. Естественно, Советская Россия, которая, в общем-то, до конца практически 24-го года еще не была приглашена, поскольку не была Францией признана, об этой выставке думала, готовилась, ну, теоретически, так скажем. И она продемонстрировать эту роскошь, конечно, не могла, но свои идеи именно в декоративно-прикладном искусстве она, в общем-то, продемонстрировала. Ну, и, конечно, поскольку выставка была очень традиционалистской, и все страны действительно не шли в авангарде каких-то новаторских идей, я повторяю, в отличие от России, которая, как говорится, по принципу Голь на выдумке хитра, шла как раз в этом направлении. А наоборот, пыталась сохранить все, что уцелело после таких разрушений. И, конечно, вся, практически все, 21 страна участвовала в этой выставке, акцент свой сделала на традицию. Но, заметим, выставка называлась «Декоративного искусства и художественной промышленности». По-французски это звучало как «арт-декоратив индустрии». Вот это «арт-декоратив», оно и как раз вошло в то сокращенное название стилевого нового направления, современного движения, которое позже, уже 60-х годов, получило название «Ардеко». Тогда это был новый стиль, это новый декоративный стиль, про ардеко не говорили, но название все-таки состоялось. И поэтому эту выставку как раз те традиционные художественные промыслы и особенно художественной промышленности, художники отельерной и декоративно-прикладного искусства и рассматривали как традицию и новые движения ардеко. Поэтому мне бы хотелось сегодня на примере двух Россий, а тогда они действительно уже сформировались в отличие от 900 года Парижской выставки, показать, как Россия вообще воспринималась. Не только советская, об эмигрантской долгие годы не говорились, но сейчас материалы дают возможность проанализировать все-таки, как встретились две России, все-таки прошло после 17-го года несколько лет и как эта ситуация, в общем-то, была отражена в экспозиции. И, значит, участвовали, повторяю, в основном европейские страны, Америка не приехала, решила воздержаться, послала наблюдателей и не участвовала Германия, как проигравшая войну и которая была опустошена до Нильзи. Париж выдвинул как раз широко именно традицию показать все, что можно и такие страны, как Автрия, например, и восточные европейские страны. Вот после распада автро-венгерской империи, такие страны, как Венгрия, Чехия, Словакия, Сербия, они показывали, они были богатые народными промыслами, народным искусством и, конечно, они очень тоже хорошо вписывались в эту выставку. Я уж не говорю про Советский Союз. Итак, Советская Россия принимает приглашение и, в общем-то, тут же создается оргкомитет по выставке. Вот следующую можно. Значит, что мы имеем? У нас оставалось всего несколько месяцев. Выставка, хотя открылась с конца мая, но уже в начале января, даже где-то, может быть, в середине, Мельников уже поехал со своим павильоном возводить его, в общем-то, на этой территории, которая была выделена. Причем сразу хочу сказать о роскоши и тотальном дефиците, который был у нас. Выделили всего 60 тысяч на выставку для Советской России, когда другие страны выделяли огромные суммы. И вот, например, Италия и Чехия готовились к этой выставке уже сразу после Версальского перемирия. Так что, итак, перед кураторами стоял такой вопрос. Уложиться в три практически месяца, провести отборочные все туры, отобрать вещи. И здесь я хотела бы предысторию рассказать. Что ждала Франция от России? Франция от России, и это писалось, ждала то, что будет, во-первых, не только Луначарский, но и Максим Горький. И будет Федор Шаляпин, и будет Ольга Списивцева. Помимо вот тех. Ну, конечно, сценарий поменялся, и ход изменился в подготовке выставки. Значит, Петр Семенович Коган был председателем комитета выставки, а Ольга Давидовна Каменева была председателем ВОКС. Это как раз Всесоюзное общество культурных связей за границей. Вот, в общем-то, две вот этих организации, которые приняли очень активное, ну, самое главное, участие. И, в общем-то, они организовали выставку. Коган приехал в Париж со своими дизайнерами, архитекторами. И, в общем-то, Париж разделился тогда на две части, на левой и на правой. Правый поддержал эмиграцию русскую, а ее было уже тогда много. Не забываем, что около миллиона было русских эмигрантов во Франции и в Париже. Вот, и левые, а левые поддержали как раз Когана и Советский Союз. И, в общем-то, в прессе это очень сильно в столкновении наблюдалось. Эмигрантская пресса вся писала о том, что медведь приехал, сейчас, в общем-то, нас все поразят. А вот вместе с Корбюзье, вообще вот все модернистские, авангардистские архитекторы, художники, они от этой выставки очень много ждали. Они ждали как раз новаций и открытий. И, кроме, в общем-то, Советского Союза, никто не порадовал их. И они были очень сильно разочарованы. Вот, конечно, коммерция победила на этой выставке, несмотря на то, что... Не ар-деко вообще, как направление стилевое, она очень коммерческая. Вот, и поэтому, в общем, вся выставка как раз больше с уклоном не художественных каких-то открытий, хотя потом, как выяснили исследователи, они были, а в сторону, конечно, вот возрождения коммерческого. Вот, вот на этой фотографии увидим Красин. Это наш был посол в Лондоне, он со своей женой тоже на открытии. То есть, в общем-то, советская аристократия тоже присутствовала, и она поддержала. И, собственно говоря, она внесла дух какой-то, что все-таки мы не лаптем щи хлебаем и так далее, как, в общем-то, писала о нас эмигрантская вся пресса. Следующий. И я хотела сказать, что стояло перед выбором. Значит, если мы готовились, то мы готовились к этой выставке, ну, как сказать, теоретически заранее. И предшествовала, почему был такой успех, и так быстро и оперативно мы подготовились. Потому что, не забывайте, в 23-м году было две выставки огромных. Это российская сельскохозяйственная выставка, кустарно-промышленная, она еще раз называлась в Москве, и выставка художественной промышленности. И еще была выставка в Венеции в 24-м году, выставка искусств. И это как раз были те малые смотры, и те генеральные репетиции, где, в общем-то, мы могли оперативно, в общем-то, собраться и отобрать эти вещи. И самое интересное, раз у нас круглый стол проходит в историческом музее, как раз перед отправкой вещей в Государственном историческом музее, в одном только, правда, зале, показали выставку кустарных изделий. Коробочек на манер лукутинских, палехских мастеров в иконном стиле, прелестного миниатюрного письма, ну и всевозможные деревянные изделия. Также показала свои вещи Ломанова. Так что, в общем, собрались и очень достаточно, и поехало. 5 тысяч экспонатов – это, в общем, достаточно много. Вот. Ну, что Франция нам показала? Франция была хозяйка, и она, конечно, показала, помимо всех павильонов, которые я все не буду показывать, европейские, а только то, что касалось нашего павильона, и французские павильоны. Значит, на четырех площадках Советской России участвовала. Здесь я показываю, в общем, план выставки. Это, значит, левый и правый берег от сены, справа на Елисейских полях, вот Гран-поле, красной звездочкой, дворец, где в основном проходили все парадные, и открытие шло, и наши экспозиции. Советский павильон, который построил Мельников, это вот почти недалеко от набережной, но это все на этой стороне, недалеко от площади Конкорд, площади Согласия. Дальше идет мост Александра Третьего. Здесь огромное количество, я покажу картинки, было павильонов. Вообще восточный стиль преобладал, поэтому многие павильоны напоминали шатры и вообще такой восточный городок. Мост Александра Третьего был предоставлен именно для коммерческих бутиков, но и были здесь художественные бутики с целью продажи. В первую очередь Соня Далане, она тоже считалась представительницей России. Она как раз свой бутик открыла именно здесь. Вот на левом берегу здесь павильоны, которые построила Родченко, и Родченко вообще сыграла огромную роль в экспозиции, в оформлении экспозиции этой выставки. И основной вот эспланада, которая идет до инвалидов. И вот на этой эспланаде находились павильоны, где могли участвовать иммигранты русские, и где находилась наша изба-читальня, и где рабочий клуб Родченко. Вот следующий. Итак, значит, Париж, Гран-Пале, вот именно в тот день, когда он, конечно, вообще выставка имела помимо массы павильонов, причем павильоны были, в отличие от советского, все капитальные. Вот итальянские, английские, которые окружали советские, они были из мрамора, золотой инкрустации, ну, в общем, все по-богатому, как говорится. Вот. Но в то же время было очень много ворот таких декоративных, акцентирующих там ворота Дарсе, ворота вот как раз здесь перед Гран-Пале. Все это, конечно, потом было снесено, но тогда это выглядело очень занятно достаточно. И вот как раз во время открытия было народу много Гран-Пале. Следующий. Вот. Ну, современная такая фотография. Ну, вот в Гран-Пале экспозиция нашей выставки. У меня только, и, по-моему, это везде общий вид. И я хочу сказать, что чему я не хотела бы уделить внимание, вот тем достижениям графиков и так далее, вот этому экспонированию. Об этом очень много написано. Просто я показываю общий вид, как, в общем-то, подходили. И вот где-то в этих экспозициях вот как раз и выставлялись наши главные достижения, я считаю, в художественной промышленности, в декоративно-прикладном искусстве. Это наш советский фарфор. Это фарфор государственного фарфора в заводе бывшего императорского, фарфор новгородских заводов. Было Дулёва, была Икжель, был Дмитровский фарфор в заводе. В общем, не все вошло в каталоги, к сожалению. Но потом, как выясняется, и здесь картинки вы увидите, что, в общем-то, выставлялись. Мало того, Фоттамас очень активно принимал участие. И все студенты, и они поехали. Естественно, это все новаторское. Но, например, с Фоттамасом поехала из Гжели такая... Сейчас я забыла фамилию. Она заведующая этой сельской школой. Она как раз была студенткой в Фоттамаса. Шла она по комсомольской линии. Она, конечно, особенно не училась. Но, видимо, в рядах первых комсомольцев она и поехала на эту выставку. И, кстати, вместе с ней поехали в то же время работы кжельских кустарей. Именно в основном скульптуры. Вот на этой эспланаде здесь мы видим павильоны. И вот в таких маленьких павильонах выставлялись декоративно-прикладные вещи. И в том числе и русских эмигрантов. Именно как раз где ремесла шли. Вот эспланада, она самая такая эффектная, которая идет от инвалидов туда, к центру, к сене. Вот мост Александра Третьего. Вот как раз я говорила про эти пагоды, про эти восточные шатры, где в основном было все усеяно этими бутиками коммерческими. И в том числе и наш госторг тоже там принимал участие. И, по-моему, неплохо он торговал. Вот еще одна из того времени фотография. Иди быстрее. Следующая фотография Третьего башни была. Ну вот как раз павильоны. Они достаточно были европейские павильоны. Очень скромные. Вот австрийский павильон, классический, там мог применяться в ордер. Это не самый австрийский роскошный, но зато там была экспозиция очень хорошая. Это что касается наших экспозиций, которые по такому же можно предположить образу и были сформированы. Это как раз народное то, на те народные промыслы, народное искусство, австро-венгерское, так скажем. Вот так они демонстрировались. Следующий павильон итальянский. Нет, это чешский павильон. Я хотела обратить внимание, что чехи очень хорошо показали. У них было очень много новаторского стекла. Я хочу обратить внимание на эту скульптуру чешского скульптора на мотоцикле. Кстати, Чайков, наш скульптор, был на этой выставке. И я думаю, что последующий его мотоциклист в металле и в керамике где-то был тоже, в общем-то, под впечатлением этой скульптуры. Да, следующий. Вот. Ну вот. А где итальянский? И вот то, что окружал Мельниковский павильон, соседний павильон итальянский. Ну, здесь просто классическое итальянское палаццо, действительно много мрамора, и они уже давно готовились и хотели показать все свои лучшие достижения. Здесь надо ходить. Вот набережная как раз Сены. И здесь павильон, который построил Родченко. В общем, торговля шла очень хорошо. Ну и, конечно, вот наш знаменитый павильон «Дерево и стекло». В общем-то, действительно, им очень мало пространства, территории, земли было. Поэтому как вот действительно гений Мельникова, он смог вписаться, причем это было заметно. И больше всего, как говорит статистика и пресса, посетителей было именно в этом павильоне. Потому что, ну да, роскошь, конечно, это хорошо, и мрамор, и золотая инкрустация. Но то, что из дерева, из стекла можно сделать, это, конечно, поразило всех посетителей выставки. Конечно, да. Вот французские павильоны. Они, конечно, их было очень много, и Франция, как хозяйка, могла себе это позволить. И поэтому здесь они шли, конечно, на эспланаде, не надо быстро. Поэтому здесь присутствуют все крупнейшие магазины, галереи «Лафаэт» и «Бомаше». Поэтому здесь, конечно, было вольготно французам. И одними из знаменитых были, конечно, павильон Лувра, павильон коллекционера. И самый главный павильон, вот для нас особенно, это павильон «Севра». Потому что, когда Государственный фарфоровый завод привез свои вещи, то здесь, конечно, такая параллель. Причем Терновец, который отбирал вещи по скульптуре и фарфоровые вещи на эту выставку, он сказал, что французы будут ждать наш фарфор. Особенно агитационный фарфор, он был уже известен. А «Севр» себя утвердил больше всего не своими вещами. Они, конечно, в Ордеко были неплохие, но не самые выдающиеся. А вот этими большими цементными бетонными вазонами, такими, знаете, восточных деспотий, они сакцентировали свой вход в этот павильон, и это запомнилось. А вот как раз мы говорим о том, что если бы Россия устраивала бы всемирную выставку, то я думаю, что павильон, вот как они сделали павильон «Севра», павильон императорского бывшего фарфорового завода, если бы еще Мельникову дать возможность пофантазировать, то мы бы действительно были настоящей конкуренткой Франции. Ну вот коллекционер вот этот очень знаменитый, где был и Рульман интерьер, не на этом будем акцентировать, просто посмотрим эти павильоны. Так, вот один из лучших павильонов французских именно для стиля Эрдеко был павильон «Элеганс», где как раз все модельеры, это я к тому говорю, что потом, когда смотреть можно будет Ламанову, и в чем иммигрантская Россия пыталась себя противопоставить, и России, конечно, и вписаться во французские этикеты Эрдеко, то это как раз вот то, от чего отталкивались. Но я хочу сказать, что здесь лучшие парижские модельеры, и та же, может быть, Коко Шанель и другие. Лавен, такая модельерша, дизайнера, она пригласила и лучших архитекторов. И, конечно, роскоши здесь много. Но когда вот увидим русские модели, эмигрантские модели и ту же Ламанову, то здесь будет, конечно, художественно выступать и сама идея, и кроя, и вообще материалов, и именно художественного образа, то там будет на первом месте. Здесь только шик. Пойдемте дальше. Вот этот павильон элегант, он действительно элегантен, но в шарме нельзя французам отказать. В этих моделях я, может быть, чисто резко начала противопоставлять. Не надо этого противопоставления, потому что в Франции есть Франция, и всегда и даже советские художники со советской тематикой понимали, что они едут в страну элегантную, в страну утонченную. Вот французские павильоны Бон-Марше. Быстрее, здесь надо побыстрее идти. Вот павильоны, где могли участвовать русские эмигранты. Вот они небольшие, но вот предоставили. То, я хочу сказать, французы сначала, когда Советский Союз еще не был признан, конечно, планировали, что Россию будет представлять эмигрантская Франция. И там уже шла подготовка полным кодом, и все карты перебило, конечно, вот то, что в конце 24-го года Россия получил, Советский Союз получил приглашение. И тогда, ну, собственно говоря, уже выступить единым фронтом эмигрантам не удалось. Тогда они, в общем-то, свои вещи, свои произведения стали как бы рассортировать. Их куда пускали? Вот там они и выставлялись. Единого павильона, конечно, уже не было. И, конечно, здесь сказать о резком противопоставлении и соперничестве сразу я хочу сказать нельзя. Почему? Потому что еще как бы все эмигранты были как бы двух-трех слоев. Были эмигранты такие ярые. Это аристократия, великокняжеская семья. Она-то, собственно говоря, и была за коперчиком всех этих показов, потому что Марья Павловна, в первую очередь, и Китмир, и Суповы, они, конечно, хотели, и другие дома-модели, хотели противопоставить, как же Россия представит, какое там русское народное искусство. Оно только у нас. У нас и мастера, и кустари, и так далее. Поэтому они очень серьезно к этому подошли. Поэтому это соперничество, этот дух надо воспринимать адекватно. Но были эмигранты, которые наполовину перебрались, наполовину еще числились советскими паспортами. Это их было большинство. И поэтому здесь относительное было соперничество. Советская Россия не растерялась. Она как бы во всей экспозиции и Щекотихину, и Глебу Судейкину, которая уже была в Париже, и тот же Анинков. Всех она включила в свои экспозиции, хотя они были эмигрантами. И мало того, она позволила даже выступить со своими ретро-работами художникам, которые тоже были эмигрантами, уже и Сомух, и Судьбинин, и Стелецкий. Поэтому здесь действительно такое постепенное было противостояние. Ну, давайте дальше. Вот еще один из павильонов, где могли бы участвовать русские эмигранты. Вот павильон игрушек, где вот у нас будет Лазарева, вы увидите картинки, будет Мария Васильева. Вот они могли показывать здесь свои игрушки. Ну и вот советские павильоны. Это павильон Мельниковский. Он, конечно, отдан был кустарям, и в первую очередь национальным кустарям, республикам. Здесь были юрты, здесь были кошмы, здесь были ковры туркменские, ковры азербайджанские. Здесь были всевозможные именно в основном приоритеты. Но были и РСФСР. Давайте картинки здесь смотрим. Вот это азербайджанские. Я специально на тему «На злобу дня» азербайджанский ковер и армянскую вышивку показываю. Все в едином Советском Союзе. Все это шло дружно, вместе и очень подробно. Ну, пошли русские промыслы. Русские промыслы пошли трех видов, я так хочу сказать. Русские промыслы чистые. Здесь все выступили. И вологодское кружево, и богородская игрушка, и хохлома. Сейчас просто на картинках. И были русские промыслы в руках художников-профессионалов. В основном это кустарный музей, дурного. Это был бартрам и так далее. И еще русская традиция в руках профессионалов, но с уклоном в ар-деко. То есть вот это все как раз здесь очень быстрее. Вот это старая вещь 900-го года, богородской игрушки. Ну, вот в таком плане это тоже они привезли, и было ее много. Идем. Вот, например, бабинки, эта выставка 25-го года. Я показываю всех призеров. То есть и золотая медаль, и серебряная медаль, и почетные дипломы. Вот богородская игрушка здесь вот так она выглядела. В саднике, но это были еще не те всадники. А это был такой переходный период от традиционной России к советской. Чаепите. Вот и вологодское кружево. Идем, идем. Самые такие ударные выступления быстрее. Вот это был Палих. Вот Палих поразил французов настолько, что они вот иголику удали гран-при. И, естественно, поразило. То есть как можно с иконой обращаться в советском атеистическом государстве. Оказывается, можно эти маленькие шкатулки. И до сих пор европейцы сходят с ума от Палиха, потому что это для них дорогой должности все. Вот набойка. Все промыслы участвовали. Торжок со своим золотным шитьем. Вот и сумочки всевозможные. То есть Фидоскина. Тоже здесь полусоветская тематика. Полу... Но что сделали профессиональные художники в народных промыслах, которые работали? Тихонов, Голицын. Голицын меньше всего. Идем. Вот. Они ввели в народные промыслы советскую тематику. Вот. И вот эти все с Буденцев красноармейцы, они как раз в ТУИСА вошли с народным, в общем-то, с письмом, но уже советская тематика. Это тоже был такой бренд показательный, но это здесь как раз работало больше всего наше жюри. Показать только советское. Хочу сказать, что и Каменев, и Коган преследовали в первую очередь показать, это дурного, показать именно советское начало. Но прагматизм взялся здесь. Они понимали, что советское наверняка не будет интересно. Вот. Идеи Мельникова и конструктивистов это одно. Но вот эта вот тематика сама, и тогда они уже пошли по ходу, идем, идем, здесь быстрее. Вот. По ходу стали отбирать уже и совершенно прогрессивные. Поехал Матвеев, поехала советская Ордеко. То есть вот увидим все это. Поэтому здесь, конечно, очень мудро поступали. Но что хочу сказать, заметить, что после окончания выставки все наши авангардисты и все наши прогрессисты, и в первую очередь и Матвеевовская скульптура, они там получили гран-при золотой медали. По возвращению никто, в общем-то, не был востребован. Татьяна Леонидовна, время закончилось. Время закончилось. Ну вот, что я хотела еще показать. Может быть, картинки быстро у меня немножко глючат. Вот советская тематика, редкая вещь, ее практически никто не знал. Это то, что официально по конкурсу выбрала и отобрала советское правительство и советское жюри. Вот показывали правду, показывали Данько, показывали действительно тот же Кузнецов, вот Гжельский, неизвестный такой вот мастер. Показывали правду, это голод Данько, показывали пионеров, вот до Матвеева дойдем. И вот там это интересно. И вот во всех этих вещах, то есть вот эта острота линии, вот эта Ордыковская, она просматривалась тоже. Вот. Данько, конечно, произвела впечатление потрясающе, потому что все музеи мировые закупили эти шахматы. И мы видим это и в США. Так что авангарда было много. Но погоду как раз сделал Матвеев, потому что он выступил здесь в конкуренции с Майолем. Майоль получил гран-при, Багалышки и Матвеева получили золото. Вот. Ну, дальше смотрим. Все, не надо. Еще к концу посмотрим. Это вещи известные. Открывай, открывай, да. Вот Матвеевская вещь. Майоль тоже работал в керамике, не только в бронзе. Быстрее. Поэтому вот его, они были и в керамическом вещи. Здесь у меня целая статья была даже. Ну, вот помпон. Это все, что видели советские скульпторы. Вот. Ну, вот те иммигранты. Хочу сказать, что на русской теме выезжали как иммигранты, так и выезжали и советские мастера. Вот. Вот, например, Стелецкий. То есть же Глебовы Судейкиной. Вот это вот как раз то противостояние или то соперничество, абсолютно не уступающее по образу, по художественному. Так, следующий. Ретро не будем. Судьбинин, Сомов не будем. Проходим это вот. И в финале я хочу показать, что вот, ну, Соня Доланэ, вот сюда вот эта Соня Доланэ и Гончарова нашу. Это, конечно, то, что противополопоставили. Я не буду показывать уже Ломанову, потому что ее сегодня покажут. Вот. А вот Соню Доланэ я бы хотела показать, потому что это было... Вот ее бутик на мосту Александра Третьего. Вот ее вещи совершенно дизайнерские, очень яркие. Вот ее девушки в пальто. Сама. И еще под конец я бы хотела показать... Вот. Вот. Закончить Лисимом, потому что это тоже... Он участвовал и в русской теме, и среди русских иммигрантов. Но все-таки хотелось бы показать... Вот ученик Экстер, Александр Экстер тоже принимал там участие. Все-таки показать Китмир и вот... Найди, пожалуйста, Китмир русских иммигрантов. Это раньше немножко. До них закончить. Все-таки тема называется... Русская иммиграция. Да, вот. Прям подряд начинаю. Как участвовали русские. Поэтому они не хотели уступать, и они не уступали. Все вот эти наши мережки, вышивки, они замечательно смотрелись. Вот. И Марья Павловна, конечно, в первую очередь не ударила лицом в грязь. И она действительно показала изумительные вещи. Она... У нее вышивала и Давыдова. Вот. Это куклы Лазаревой. Это противовес нашим куклам. И вот Марья Павловна, она, конечно, и вышивала, и работала она вместе с Пуаро и Пуаре, и работала. Вот она делает всевозможные шляпки в стиле ар-деко, она делает и в русских традициях. Ну, и, конечно, ее платье потрясающе роскошное. Они очень ценились и вполне могли соперничать не только... Ну, русские не могли представить. Хотя Марья Павловна имела роскошное платье Ломановой, только дарюльционное. Вот. Главная, в общем-то, затея этой выставки была о том, что вот этому... Этой роскоши рукам Марьи Павловны и русских вышивальщиц, которые жили в эмиграции, наши вышивальщицы не уступали, но не имели этих роскошных шелков, материалов. Была холстина, был лен, были грубые материалы, и вместо роскошных пуговиц были хлебные мякиши. Вот с чем приехала Ломанова в Париж. И вот в этом как раз и были две России. Бедная советская, но, по идее, не уступающая. И, в общем-то, бедная эмигрантская Россия, поскольку она, собственно говоря, не имела уже того, той энергии, она пыталась это сохранить, но постепенно это все уже сходило на нет. И, в общем-то, все они разорялись, все эти дома, и Ерфе, и Юсуповский, и другие. Все переходили или во французское подданство, или сотрудничали с журналом, с другими. Но сами, как самостоятельные русские организации, они разорялись и приходили в упадок. Вот мой такой финал. А уже в 30-е, это вот Ерфе как раз Юсуповское, а уже в 37-м году там уже было резкое противоставление. Там уже не было переходного периода никакого и не было. Шляпки русские, посмотрите, вот то, что делала Марья Павловна. Вот, и шляпки чисто французские, вот рядом, которая на всех была. Практически, ну, больше фантазий, наверное, даже было русских, хотя вот эту аппликацию использовали. Все, спасибо за внимание. Спасибо, Татьяна Леонидовна. Спасибо. Очень любопытно. И действительно, мы мало знаем по поводу этой выставки, и вы показали интересный материал. Так, следующий у нас Андрей Георгиевич Рейнер расскажет нам об экспозиции 1937 года «Париж. СССР» в контексте Всемирной выставки. Андрей Георгиевич – член Союза архитекторов России, член Союза художников России, лауреат премии правительства Российской Федерации за создание экспозиции «Музей Куликовское поле». Новое прочтение. Старший преподаватель кафедры кино и современного искусства РГГУ, руководитель мастерской музейного проектирования. Андрей Георгиевич, просим вас, слушаем. Здравствуйте, меня слышно? Слышно, да. Сложно выступать в такой серьезной команде, как вышеозначенные ораторы и последующие. Поэтому я постараюсь как-то, во-первых, вписаться в регламент, во-вторых, рассказать какие-то интересные вещи, на мой взгляд, может быть, и на взгляд окружающих, которые сопровождали наш павильон. В контексте музейного дела я могу сразу предварить, что павильон 1937 года был отработан и Афаном, и Мухиной, и, конечно, у всех он просто на памяти и вообще везде, в матрице, под корпус записок. Но его интерьеры экспозиционные дали очень большое направление на последующие лет, наверное, 30 развитие советского музейного дела. Не меньше, потому что там такой был заряд творческий энергии, такое большое количество найденных экспозиционных подходов, интерьерных решений, что там можно было черпать и черпать. И те люди, которые поработали над созданием этого павильона, конечно, оказали очень большое влияние на развитие нашего музейного выставочного дела. Это для меня, например, лично было достаточно большим откровением. Вы об этом знаете, те, кто более опытен. Но я просто с интересом рассматриваю. Понятное дело, что те традиции привлечения на международные выставки ведущих, архитекторов, художников, культеров, они имеют результат в нашей большой стороне. Тем более, жаль, конечно, как говорил Николай Иванович, в нашей стороне не популяризируется вот это направление международной выставочной деятельности. Почему, непонятно, потому что это часть патриотического воспитания, для начала начнем. Какой школьник сейчас скажет про международные выставки, хоть что-нибудь? Да никто. Мои дети играют в Майнкрафт, там еще что-то, какие-то игры. Я спрашиваю, это выставки. Да ладно, я занимаюсь выставками музеями, я их там таскаю. И в музеи, и на монтаже они там бывают. Народ просвещенный. Но есть же совсем... Это пласт информационный, который выпадает из общего политического... Понимаете, я хотел про павильон 37-го года поговорить, а говорю о наболевшем. Люди не знают, что это такое. Вообще. Если про музеи кто-то что-то слышал, что музеи... А музеи закрыты, закрыты. Ага, значит, всех разогнали. Говорю, вы себе не представляете. В крупных музеях штаты, там десятки, сотни человек. Работа очень активная. Да чем они там занимаются, меня спрашивают. Ну, говорю, да, пыль стряхивают. Ну, ладно, вернемся к нашим баранам. Вернемся к тому заявленной теме. Сейчас... Видно картинку? Да, все видно, да, да. Да. Ну, вот то, о чем сегодня уже кто-то сказал, что, конечно же, Парижская выставка 37-го года, это была основная интрига этой выставки, основная, это противопоставление двух государств, Германии и Советского Союза. Если мы припомним, да, вернемся в 37-й год, с вами со всеми вместе взятыми. Еще не было Второй мировой войны, она даже не началась. Да, она начнется через два года. В Испании идет гражданская война, революция. Мало кто осознает, что такое там франктистский режим, еще это непонятно. Есть две фашистские страны, но о не фашистским сейчас говорим, а это национал-социализм. Значит, мы имеем сопоставление двух государств с победившим социализмом. Строй социализма там победил. Там все для народа, там все для людей. И очень похожие законы, очень похожие правила, и хорошее отношение к детям, и бесплатное образование, бесплатная медицина. Ну-ка мы их вот давайте стравим и посмотрим, что из этого получится. Вот. И получилось то, что все вы прекрасно знаете, да, что то, что Шпейер подсмотрел, значит, высоту павильона Иоффана и резко увеличил, да, диспропорционально римскую цифру 3. А у него выхода не оставалось. Вот. Ну да ладно, поехали дальше. И вот планировочно, я попытаюсь курсором обратить ваше внимание, где находились два павильона, да, слева вытянут вдоль реки Сена советский павильон, и справа немецкий. Какие ограничения получил наш замечательный Иоффан? Ну, во-первых, там набережную Сену, проезжую часть убрали в туннель, да, это мало кто помнит, мало кто знает, но я просто напомню. Вот. Значит, нужно было посадить на туннель павильон. Это одна часть. Другая часть, что участок узкий, примерно 20 на 80 метров. Один к четырем. Вот. А это проблему проектирования павильона еще больше усложнило. Мало того, значит, мы должны выходить на площадь, которая, так сказать, предваряет там пространство предмостное, да, значит, достаточно торжественное место, очень серьезное. И мы оказываемся на практически центральной аллее между дворцом Тракадера и Эфилево-Избургом. Очень ответственное положение. Иофан, конечно, с блеском справился. Вообще тут вопросов нет никаких. И вот следующая картинка. Мы видим уже перспективное изображение двух павильонов и Эфилевой башни. И, кстати, мало, да, кто помнит, что центральную часть дворца французы снесли к этой выставке. Как говорится, ни один Советский Союз занимался сносом памятников архитектуры. Это всем было не чуждо. Вот. И тем не менее, едем дальше. Значит, я опять же, так сказать, пометую о времени. Вот как выглядело это теперь на фотографиях. Это еще один планчик наш. И вот два павильона как бы визави, германский и советский. Обратите внимание, сделаны из похожих материалов. У них камень натуральный, да, германский. Все должно быть сделано в Германии, гласил прицеп. И наш самаркандский мрамор ничем не хуже. Вот. Они даже тонально одинаково решены. Ну, вопрос, конечно, единства архитектуры и скульптуры. И, конечно, так сказать, вертикальные членения, подчеркнутые нержавейкой, да, так сказать, это такой реминисценция карт НУО. Нам ничто не чуждо современное. И там даже, если вы обратите внимание на этих фотографиях, справа и слева по два флага фланкируют входы в павильоны. Ну, просто два статистического государства. Будьте любезны, осмотреть наши достижения. Прекрасно. Вот. Вот то, что мы видим из входа, изнутри, из интерьера немецкого павильона, мы видим советский. И мы видим у подножия структуры Мухиной немецкий павильон. Все, вот мы их, значит, увидели. Здесь на этих чертежах видно планировка. Вытянутое, да, пространство. И, так сказать, по мере продвижения от главного входа внутри, интерьер все поднимался, поднимался, поднимался. Мы идем, возвышаемся, возвышаемся, возвышаемся. Мы идем к победе социализма советского. Вот. И на разрезе, вот здесь, так, мы видим туннель под нашим павильоном. Напомню, опять же, всем, что высота нашей скульптуры была 24 метра, высота павильона 34 метра, все вместе составляло, соответственно, 68 метров. Очень хороший динамичный павильон. Вот теперь эскиз Иофана. И обращаю ваше внимание, да, замысел архитектора воплотила Мухина. И, опять же, хочется напомнить, что в 35-м году был объявлен конкурс на проект здания, в 36-м конкурс на скульптуру по принятому концептуальному вот этому решению. То есть, замысел это уже архитекторы. Мухина очень четко и толково подхватила эту идею и реализовала максимально возможно из, так сказать, тоже своих коллег-конкурентов других предложений, которые у кого-то было более брутально, менее динамично, более агрессивно. У нее оказалось решение очень выдержанное. Что еще хотелось бы сказать, что отметить такой факт, что талантливому человеку ограничения не мешают, да. Он даже вписался, его просили сохранить Алию Платанов вдоль Невы. Пожалуйста, сохранил. Вот. И нашел в этом свою динамику, свое решение, свой подход. И, конечно, в архитектуре мы видим уже переходные приемы, и там смешение конструктивизма, арнуво, значит, и переход уже к такому классическому решению, да, в этих карнизах. То есть, он четко, совершенно уловил все тенденции, впитал и выразил их. Большой молодец. Вот. Что еще дальше хотелось бы сказать следующее. Вот, видите, это эскиз Иофана, и он далек еще от того эскиза, который уже Мухина породила. Вот. И недаром, да, многие до сих пор считают скульптуру Мухины величайшим скульптурным произведением 20 века. Вот. И это так выглядело с набережной. Вот они, интерьеры, да. Вот, так сказать, образец экспозиционных решений. Если мы сейчас, допустим, начнем делать это в современных технологиях, кстати сказать, мы видим здесь, да, дворец Советов, началось его строительство. И опять же, автор, архитектор Иофана. И понятно, что не он сам принимал решение о том, что экспонировать, но, так сказать, шел достойно, и место для своего произведения внутри другого. Тоже молодец. Так вот, возвращаясь к тому, что если делать это все в современных технологиях, выглядеть будет весьма прилично, очень прилично. Такое хорошее, так сказать, решение минималистского толка. Здесь угадывается и система подсветок, и система каких-то подразделений на разделы четко, ясно, стройно. В принципе, это правильно для привленно-международного, который ставит свою задачу как линейное ознакомление аудитории, да, со своей тематикой, без, там, скажем, лишних сложностей, да, которые иногда хочется устроить в каких-то экспозициях. Понятно, что без Иосифа Виссарионовича не обошлось, и понятно, что выставлен был и паровоз Иосиф Сталин на выставке, и трактор Сталинец, и кстати, паровоз получил, по-моему, золотую медаль на этой же выставке, или крепный паровоз еще. Вот, ну, поехали дальше. Конечно же, автомобиль ЗИС имени Сталина, весь традициях, лучших традициях Арт-Ново и, так сказать, товарища Пакарда. Вот, прекрасная перспектива вот в этом интерьере мы вошли в страну, которая ведет нас, как, так сказать, в этом самом фильме Буратино, в замечательную страну вечного света, вечного, там, залитого солнцем. Удалось. Удалось. И, вот, я уже почти вписался, да, значит, еще что было новое на этой выставке, напомню для тех, кто мало читал из истории, французы впервые, да, да, символ выставки было искусство и технологии в современной жизни. Так вот, французы впервые оснастили Эйфелеву башню цветными прожекторами для того, чтобы подсвечивать территорию выставки. Айофан, в свою очередь, применил систему подсветок собственного павильона, вот, как бы, не жалея красок, не жалея ватт, киловатт, и это вот ночной кадр, все павильоны сияли и сияли, и наши в особенности, сейчас занимаются профессионалы, да, архитектурной подсветкой. А вот тогда справились, тоже, вот, два германские и советские павильоны, и они вот сияют друг напротив друга. И, значит, вот она сама скульптура, кстати сказать, несколько сюжетов тоже необычных о создании самой скульптуры. Во-первых, ну, нержавейка, понятно, это замысел архитектора, хочется, чтобы в ней отражалось небо, где все отражалось, мы сейчас это видим, в ней все отражается, но тогда это было новое, да, там, мы вспоминаем Гаргулина в небоскребе Крайслера, тоже из нержавейки. Кстати, американские гости, которые были на выставке, они отзывались в советском павильоне, очень хороший, очень красивый, похож на небоскреб, но лежит боком. Высота небоскреба Крайслер, построенного 7 лет, до того, это 300 с лишним метров, а нашего, там, 34. Ну, даже в длину он меньше, чем тот небоскреб. Ну, как бы ладно. И, тем не менее, значит, на опытном заводе металлообработки делали эту статую. Почему, опять же, из металла, вот кто думал, да, сделай 24 метра высотой скульптуру из камня, сколько она будет весить? Немыслимое количество. Это весило 75 тонн, а из камня она будет весить, не знаю, тонн 500, наверное. Вот, поэтому это еще инженерное решение, так не забываем. Вот, она же внутри пустотелая, она же внутри каркасная. Сама Мухина вспоминала, что, так сказать, в одной только вот заднем пучке вот на голове у этой женщины работало два мастера и одна из ее помощниц помещались, да, какое громадное пространство внутри, а входили где-то через плечо внутрь. Проблема была в чем? Значит, никто до этого не занимался холодной выколоткой Державейки и сделали, что с Давида из Пушкинского музея сняли маску со скульптуры Давида и сделали по ней пробную выколотку и получилось. И вот тогда уже принял решение делать. А еще раз напомню о сроках, да, значит, в мае 37-го года открытие. В 36-м году принято решение, что скульптура делается, потому что вот он проект здания, есть утвержденный. Сколько времени человеку остается на создание шедевра, да не сколько. Вот. И эти 75 тонн ехали там, там целый поезд был, 20 с лишним вагонов, перевозили детали. Ее же сначала вот собрали, это фотография как раз, так сказать, на территории нашего завода опытного, сборка, не в Париже. Вот. Ее собирали целиком, полностью. Она сияла, как дворец Советов по ночам, значит, сварка там и еще прочее. Народ ходил просто вот, балдел. Два таких вот объекта строились со страшной скоростью. Это сборка скульптуры и дворец Советов. Вот. Я уже сейчас, извините, вылезаю из бюджета. Вот опять же, элементы сборки, фрагменты сборки. Еще был сюжет, еще один, расскажу, но, наверное, на этом все, потому что рассказывать можно очень много. Когда собиралась, строилась уже скульптура на павильоне в Париже, краны, которые ее собирали, были расщальны тросами, чтобы не упасть, и тросы выходили за пределы советской площадки. И, значит, эмигранты подошли к руководству нашего строительства, говорят, трос подрезали, подпилили. Один из тросов, который кран держал, он примет нагрузку и рукнет. вызвали полицию, а полиция говорит, да нет, быть не может вообще, у нас такого не бывает. Он говорит, вот подрезали, подпилили, да нет, не может быть. И оказывается, что эмиграция тоже там разделилась на там белую, красную, там какую-то, так вот, одни эмигранты сторожили по ночам эту стройку, а другие пытались навредить. И все, это были эмигранты. Вот, общество раскололось. Что еще могу сказать? В общем, еще раз, очень яркое, очень знаковое событие. Павильон был на открытках многих, на фотографиях, в кинофильмах отражен. Больше двухсот призов получила советская экспозиция, да, там чуть ли не там 250, сейчас не помню точно. Очень яркое было решение, которое определило, еще раз говорю, тенденцию на многие годы в музейном выставочном деле. Вот об этом хотел сказать. Спасибо вам. спасибо большое, Андрей Георгиевич. Очень интересно, в 37-м году можно слушать сколько угодно об этой выставке. Я буквально позволю себе одну единственную реплику. Дело в том, что это было тоже вот впервые. Мы получили за экспозицию Суетин и его помощник рождественский Гран-при. Это вот было как бы вот таким вот достижением для именно вот художников, экспозиционеров. Вот так вот обидно, да, еще раз возвращаясь к выступлению товарища Бугаева, да, что нет пророка в своем отечестве. Нету, точно, да, но мы будем наверстывать. Так, спасибо огромное. Теперь следующий доклад у нас очень интересный. это Климов Кирилл Николаевич расскажет нам об экспо 2000 в Ганновере «Новые формы, принципы и проблемы». Кирилл Климов аспирант в Строгановке кафедры декоративного искусства, истории и теории декоративного искусства и дизайна. Вот, и у него очень хорошая работа по Ганноверу. Пожалуйста, Кирилл, слушаем вас. Да, да, здравствуйте. Да, спасибо за возможность выступить на вот этой конференции. Так, и сейчас. Так, надеюсь, видно, да? Да, видно. Вот, я расскажу о последней всемирной выставке 20 века, Экспо 2000 в Ганновере. Начать стоит с того, что в июне 90-го года только-только объединившаяся Германия была избрана в качестве страны-организатора. И интересно, что для немцев эта всемирная выставка стала первой домашней Экспо. Прежде Германия никогда не удостаивалась именно такого формата. И, несмотря на то, что выставка хронологически закрывала уходящий 20-й век, фактически она была уже, конечно, двумя ногами в 21-м. Немцы известны как одна из самых прогрессивных наций, поэтому и девиз выставки обозначил именно те приоритеты, которыми мы живем в последние селетия уж точно. Это человечество, природа, технологии. По сути, они предложили представить странным участницам свое видение будущего общества и подумать над концепцией нового баланса между человеком, природой и технологиями. Пространство всемирной выставки расположилось в уже имеющейся на тот момент ярмарочной зоне Ганновера на площади около миллиона квадратных метров. И также к этой площадке добавили близлежащее поле, которое было выкуплено у фермерского хозяйства и к миллиону квадратных метров прибавились еще 600 тысяч. Выставка продлилась 5 месяцев с 1 июня по 31 октября и за это время ее посетили около 18 миллионов человек, что, конечно, крайне малое число в ряду всемирных выставок для сравнения предыдущую всемирную выставку 92-го года в Севилье. Посетили около 42 миллионов человек. Согласитесь, разница весьма существенная. Но важно отметить, что следующее, одно из следующих экспо 2005-го года в японском IT собрало тоже немногим больше, около 22 миллионов посетителей. Такой наблюдается интересный временной отрезок, когда заметно упал интерес к всемирным выставкам. Но в случае Ганновера для этого были вполне объективны и, как это обычно бывает, совершенно банальные причины, о которых я расскажу чуть позже. Начнем знакомство с самой выставкой, ее композиции. Сейчас видео вы видите, оно инвертировано по цветам, какое уже нашлось. Попадая в выходную группу, где располагались кассы, посетители сразу же обращали свой взор на уникальный потолок, который был повешен на высоте четвертого этажа. Здесь располагались огромные круглые капсулы с большими экранами, на них демонстрировались проморолики с людьми, которые приветствовали посетителей на разных языках и кратко рассказывали об интересных объектах, которые ждали гостей за порогом выставки. Центральной осью выставки является тематический парк. В его павильонах демонстрировались научно-технологические новинки. Они были разделены по тематикам, соответственно, по нескольким отдельным павильонам. Но настоящим новаторством этого экспо, таким концептуальным открытием, стал Дом мира. это отдельный павильон, в пространстве которого, ну как на пьедестале, размещались те технологии, те исследования, которые получили гран-при от жюри выставки. И вот на его основе спустя 10 лет организаторы шанхайского экспо, они позаимствовали эту модель и создали зону передового опыта, которая теперь является неотъемлемой частью каждой международной выставки. Пару слов о той культурной программе, которой были наполнены все 152 выставочных дня. Как уже говорили ранее, каждый день посвящается отдельной стране, но помимо этого существует общая программа, которую делают организаторы. Вот, например, среди наиболее крупных событий такого рода это была премьера нового прочтения Фауста в постановке знаменитого немецкого театрального режиссера Петера Штайна. Что удивительно, спектакль длился рекордный 21 час. Помимо этого были выступления мировых звезд, естественно, танцоров Хоакина Кортеса и Пина Бауша, оперный певец Лучан Поворотти и гитарист Виртуоз Карл Сантана. И каждый день выставочный завершался световым шоу на специально созданном к выставке искусственном озере, которое называлось Экспо-Си. Также в контексте данного Экспо очень важно отметить, что в июне 1994 года Генеральная Ассамблея Международного выставочного бюро приняла специализированную резолюцию. Это резолюция о поствыставочной востребованности, которая требует от организаторов планировать повторное использование площадки и инфраструктуры выставки, чтобы она была востребована после ее окончания и завершения. Поэтому облик ганноверской выставки во многом определен именно требованиями данной резолюции. Около 90 гектар используется по сей день под нужды ежегодной промышленной ярмарки в Ганновере. Оставшаяся часть стала новым жилорайоном. При этом принципы повторного использования распространяются не только на организаторов, но и на участников выставки, которые обязаны или строить разборный павильон, чтобы его забрать с собой, или заранее утверждать его дальнейшее использование, как им будет пользоваться страна-хозяйка. Далее, когда мы уже детальнее будем рассматривать национальные павильоны, я подробнее расскажу о решении этих задач. Скажу сразу, что еще до окончания выставки, например, мексиканский павильон был отдан под библиотеку колледжа прикладного искусства, или вот бельгийский тоже стал студией звукозаписи. И вот об одной из ярчайших достопримечательностей выставки о канатной дороге, она протянулась по всей территории Экспо, с северо-запада на юго-восток и благодаря ей посетители получили возможность довольно быстро перемещаться от например, зоны национальных павильонов к промышленной аллее или к центральной площади и от озера, где проводились шоу ежедневные. И важно отметить, учитывая общий масштаб Экспо и вот это гарантированное богатство совершенно разнообразных уникальных таких архитектурных сооружений, постройка канатной дороги или иного вида высотного транспорта это решение более чем оправданное и даже с рекламной точки зрения. Теперь перейдем непосредственно к национальным павильонам. Я сразу оговорюсь, что, конечно, все я обозреть не успею. Я выбрал наиболее интересные как с точки зрения архитектуры, так и с точки зрения их судьбы. Перед нами павильон Бутана. Бутанцы не стали ломать голову новыми концепциями, но все равно удивили мир. У себя на родине они соорудили натуральный буддийский храм, затем разобрали его на 16 тысяч частей, погрузили на танкеры и привезли в Германию, где заново собрали. Потом также успешно разобрали и увезли назад. Мы видим очень колоритный павильон. Чтобы не задерживать, я продолжу по павильонам Канады. Канадский павильон стал одной из визитных карточек Ганноверской выставки, поскольку являлся самым мультимедийным среди всех остальных национальных павильонов. На фасаде архитектора поместили 19-метровый кленовый лист, который вечерами ярко подсвечивался и служил путеводной звездой для многих посетителей, которые могли заблудиться в потемках. Но сразу на него ориентировались. Экспозиция павильона начинала поражать гостей самого порога. В первом же зале находилось около четырех сотен мониторов, которые были скрыты за стеклянными кубами. И они имитировали движение воды в летний период, потом ее осенне-зимнее замерзание и весеннее таяние льда. Видеокомпозиция была построена таким образом, что создавалось полное впечатление полета сквозь пространство канадских лесов, полей, через горные вершины. И каждый следующий зал дополнял это фантастическое впечатление с помощью панорамных фильмов. И что интересно, здесь уже использовались специализированные ароматические генераторы, которые полностью погружали посетителей в эту демонстрируемую среду. Следующий павильон это павильон хозяйки Экспо в Германии. Он был спроектирован архитектором Унтом группы в парусных формах. Экспозиция включила в себя пространство, названное немецкой фабрикой идей, где размещались скульптуры и бюсты выдающихся немецких философов, деятелей, инженеров. Также немецкая экспозиция включала несколько залов с панорамными кинофильмами. В целом здание площадью 24 тысячи квадратных метров было одним из крупнейших национальных павильонов. но не крупнейшим. Следующая страна Япония. Павильон представлял собой решетчатую конструкцию, которая была построена из переработанной бумаги. Но что интересно, немцы, увидев проект, немецкие власти, они отказались выдать первоначально разрешение на исключительно бумажную конструкцию, опасались ее обрушения, и поэтому японцы были вынуждены продублировать бумажные трубы деревянными опорами. Павильон был спроектирован японским архитектором Сигиро Баном в паре с легендарным Отто Фреем, который создавал Мюнхенский Олимпийский стадион к Олимпиаде 70-го года, и также создавал немецкий павильон на Экспо 67-го года в Монреале. Конкретно вот это здание японского павильона имело площадь 5500 квадратных метров и собственно из-за вот этих экспериментальных материалов оно было собрано всего за три недели. И вот следующий павильон литовский, наверное, самый яркий и футуристический павильон выставки. Он был спроектирован творческой группой в главе с Мариной и Аудрисом Бучесом. Такой вот глянцевый желтый параллелепипед со стеклянным фасадным окном черного цвета. Тут интересные отзывы посетителей, часть которых видела в нем такой спускаемый космический аппарат, может быть, будущего, а другая часть почему-то принимала его за новейший пылесос. Но в целом, конечно, впечатление о Литве осталось положительным, признали страну компьютеризированной и довольно продвинутой. Следующий павильон мексиканский. Архитектором его выступил Рикардо Лагаретто. Павильон являл собой пять отдельных зданий, но из всех особенно запомнился вот этот огромный куб сеткой из квадратных окон. здания были соединены между собой большими пандусами. И, как я уже говорил ранее, по окончании выставки павильон остался в Ганновере. Он был передан колледжу изящных искусств и стал его библиотекой. Следующая страна Нидерланды. Их павильон был самым высоким на выставке. Он был высотой 36 метров. голландцы выходили на экспо с девизом «Голландия создает пространство». И поэтому внутри были представлены шесть типов голландского ландшафта, то есть разных экосистем. И на их примере демонстрировалась идея извлечения максимальной пользы в условиях ограниченного пространства. На крыше павильона находилось небольшое озеро, которое было окружено ветряными мельницами. И что интересно, вот эти ветряки, которые были на павильоне, они полностью обеспечивали его электроэнергией, полностью закрывали все нужды. Первоначально голландцы планировали демонтировать здание, забрать его обратно в Амстердам, но оказалось, что это даже дороже строительственного павильона уже на месте. И поэтому павильон по сей день остается в Ганновере, но, к сожалению, уже частично разграблен, разрушен. Тоже не менее экспериментальный павильон Эстонии. Для нее эта всемирная выставка стала дебютной, поэтому перед архитекторами стояла непростая задача, чтобы как-то представить страну, заявить ее на всемирном смотре. И основная идея этого павильона заключалась в создании такого плавного движения, похожего на волнообразность моря, которая омывает берега Эстонии. этот ветер, который свистит по верхушкам деревьев. Павильон встречал посетителей таким плавающим на волнах еловым лесом, который символизировал динамичное развитие молодой страны. лес состоял из 168 деревьев, которые были выстроены в 24 ряда, и движение всей этой удивительной конструкции создавали стаметровые цепные приводы с помощью электродвигателей. Следующий павильон тоже довольно концептуальный павильон Швейцарии площадью 3000 квадратных метров архитектор Питер Цумтер. Здание построено в виде лабиринта, который формируется таким чистоколом из 45 тысяч деревянных брусков. Тут сосна используется и ольха, по-моему, насколько я помню. Конструкция, что называется, без единого гвоздя. Она держится благодаря столярным принципам соединения. И вот переходим к самому масштабному павильону выставки. Это павильон Объединенных Арабских Эмиратов. Он представлял собой крепость в пустыне. Экспозицию спроектировал француз Ален Дюран Эрио. Она рассказывала об истории страны, укладываясь в такой девиз от традиционного к современному. Центральным объектом павильона являлся панорамный кинотеатр. само это здание имело размеры 84 на 36 метров. И так же, как и многие павильоны, было построено из переработанных материалов. Следующий павильон Венесуэльский. у него такая же судьба, как у нашего павильона с выставки Монреали. Он был успешно перемещен обратно на родину, где сейчас как раз эти кадры. Вот он так располагается. Он представляет собой сложную складную конструкцию, которая открывалась и закрывалась как цветок. Она крайне легкая и полностью пригодна для повторного использования. Угол открытия или закрытия этих лепестков прямо зависит от погоды. То есть, на Санцепьоке она раскрывается максимально широко, создавая тень, большую по площади тень, а в дождь она, наоборот, немножечко прикрывает пространство павильона и оставляет его сухим. Ну и нужно отметить, что в самый последний момент свое участие в выставке отменили Соединенные Штаты. Территория причем отменили настолько неожиданно и уже близко к дате начала выставки, что территория, которая была отведена под американский павильон, она так и осталась не застроенной. На ее месте красовался только ровный газон покошенный. Но посетители шутливо называли американскими павильонами многочисленные точки питания Макдоналдс, которые были на каждом углу выставки. И вот буквально пару слов об отечественном павильоне. Конечно, несколько проще тех павильонов, которые будут в будущем на следующих выставках. Безусловно, не читаю. Здесь совершенно простая экспозиция, которая включает в себя экспонаты, посвященные космосу, космической отрасли, атомной энергии. Рассказывают о некоторых других научных достижениях. Также делятся на несколько зон, посвященных малым народам, где в частности демонстрировался национальный костюм. И вот я хочу рассказать о таком необычном павильоне, который выбивается из этого ряда научно-исторических выставочных пространств. Это павильон Христа. И он изначально даже был выбран символом, таким своеобразным отражением недавно объединившейся Германии. Но его главная цель довольно проста. Тут важная предыстория. Цистерцианский монастырь Локум, основанный в 1163 году, долгие годы располагался на границе двух Германий. И на момент Всемирной выставки ему требовали средства на реставрацию. И чтобы обратить внимание на эту проблему, было выстроено современное храмовое здание. Интересно оно тем, что помимо стекла и металла, его конструкцию составляют различные бытовые объекты. Это збные щетки, булавки, прочие мелочи. И еще до начала выставки было решено, что по завершении экспо павильон Христа отправится в тот самый монастырь Лакум. Там он находится и поныне. Вот взглянем на карту, оценим масштаб экспо. Слева наверху как раз оранжевым выделены те общественные павильоны, которые не национальные, а справа желтая аллея. это как раз ряды национальных павильонов. Подводя итог, я скажу, что ожидалось на данном экспо 40 миллионов человек, но, как я уже сказал, в сумме посетили только 22 миллиона. И теперь следует сказать о том, что к этому привело и какими последствиями обернулось. В первую очередь, такую проблему спровоцировали завышенные цены на входные билеты. Как обычно, их продажа началась задолго до начала выставки. за несколько лет. Изначально они стоили 69 немецких марок, что было для внутреннего рынка совершенно неподъемно. И уже после начала выставки, после открытия, цена резко обвалилась вдвое, чтобы хоть как-то восполнить дефицит посетителей. Это все равно не позволило спасти ситуацию. Также другой частью дефицита выручки стало отсутствие какого-либо корпоративного спонсорства, потому что организаторы изначально заломили тоже неподъемные, требовали неподъемные от партнеров взносы от 4,5 миллионов до 14,5 миллионов долларов, что оказалось неподъемным, они просто не согласились участвовать. И последним таким фактором провала экономерской выставки стало отсутствие четкого понимания того, что стоит ожидать от этого мероприятия. это понимание просто не могло возникнуть в силу отсутствия продуманной рекламной кампании, которая как раз бы объяснила бы предназначение выставки, что от нее ждать. уже после открытия выставки, как я сказал, стало понятно, что все идет к полнейшему провалу. Была наконец создана в спешке рекламная кампания, которая нацелилась на внутренний рынок. И с лозунгом, что подобные события случаются только один раз, организаторы смогли все-таки довести количество посетителей до 22 миллионов. Но вот этот вот итог сложившийся кризис интереса к выставке привел к финансовым убыткам порядка 600 миллионов долларов, что, конечно, серьезно подкосило экономику этого экспо. На этом я хочу закончить. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Кирилл. Очень хорошо. Вы молодец просто. Так, следующий доклад у нас Максим Анатольевич Бугаев, участник «Участие России в Экспо 2010 Шанхай», генеральный директор ООО «Неоэкспар», магистр музеологии. Просим вас, Максим Анатольевич. Еще раз здравствуйте. Сейчас я расскажу про наш павильон Российской Федерации, который был на выставке Экспо 2010. Начну я его с презентации, которую мы готовили перед тем, как выставка открылась. Одну секундочку сейчас. как раз я ее запускаю. Все видно, да? Да, видно. Ну, собственно говоря, выставка состояла в Шанхае, в Китае. Проходила она с 1 мая по 31 октября 2010 года, полгода. Объемы площади, на которой разместилась выставка, составили порядка 550 гектар. Это примерно две территории ВДНХ нашего, чтобы вы понимали масштабность. Разместилась она в очень живописном месте, на берегу реки, но при всем при этом живописном это место стало только после того, как было принято решение о создании, о проведении экспо именно там. И процесс формирования павильонов на площадке, их было порядка 50, точнее 49, это павильоны отдельных стран из 192 участников, это 192 страны приняли участие в экспо 2010. Соответственно, строилось это все не просто на каком-то пустыре, а на такой сильно замученной, заброшенной промзоне и приведение в порядок этой территории само по себе было уже таким событием, в общем-то. Переходя к нашему павильону, ну вот генеральный комиссар, это был Владимир Страшко, не буду сейчас сильно останавливаться, директор ГАО ВВЦ на тот момент был Иван Павлович Малахов, и собственно говоря, ГАО ВВЦ было определено как устроитель, как оператор собственно участия нашей российской секции в экспо 2010. Вот коллектив, собственно основные участники компании ПАПЕРТИМ, молодые архитекторы на тот момент, которые выиграли конкурс на создание собственно говоря архитектуры самого павильона. Надо сказать вообще, что весь процесс подготовки был не очень простым, я бы даже сказал тернистым, и решение об участии Российской Федерации с собственным павильоном было принято за три года до начала, а фактически мероприятия уже непосредственно по строительству проходили за год, то есть в кратчайшие сроки, в ужасном графике, в ужасном напряжении и с творческими, скажем так, спорами, которые практически до перерезания ленточки происходили вокруг нашего павильона среди команды. Сейчас дальше там расскажу, с чем-то было связано. Собственно говоря, вот это Борис Краснов, о котором Николай очень упоминал, художник, сценограф, автор декораций таких мероприятий, как Рождественские вечера Аллы Пугачевой, достаточно известный в мире шоу-бизнеса, и в этот проект он, можно сказать, ворвался как ураган. Я сейчас не утрирую, потому что было много других проектов, некоторые, точнее, даже что-то было уже чуть ли не в работу запущено, но в последний момент появился Борис Аркадьевич, и все изменилось. Я считаю, что в лучшую сторону, потому что те решения, те ходы, которые были художественные, в итоге применены, и им разработаны его команды, они, конечно, были успешными, безусловно. Ну вот, собственно говоря, каким образом развивалась художественная концепция экстерьера нашего павильона, я можно зачитаю тогда, да? Да, конечно. Который признан сформировать у посетителей российский павильон, основной идеей, воплощенной в его архитектурном облике, является образ огромной бескрайней страны, на территории которой живет множество народов, исторически имевших и не утерявших до сегодняшнего дня свои национальные и религиозные корни, язык, традиции, культуру. Вместе они составляют единое целое Россию, стремящаяся вверх башни этого общего для всех дома, украшен национальными орнаментами разных народов нашей национальной страны. Сплетение декора и хоровод башен символизируют собой безграничное единство страны, дающие при этом возможность самостоятельного развития всем народам России под общим небом. Ну и как бы такой бриф подготовлен. Вы видите тут и костюмы, и какие-то творческие показанные моменты, на которые опирались архитекторы в своей идеологии. Также нельзя было обойти страной то, что Экспо будет проходить в Китае, и соответственно на эту тему вот следующие написаны строки. Находясь между Западом и Востоком и в Европе и в Азии одновременно, наша страна занимает уникальное географическое и культурное пространство в мире. За многовековую историю Россия создала ни на что не похожие культурные традиции, объединившие множество народов и территорий, сохранив при этом их самобытность. Именно этот сплав представляет главную ценность и силу нашей страны. Экспо 2010 будет проходить в Китае, одной из самых динамичных и активно развивающихся стран современного мира. Именно поэтому мы считаем важным, чтобы наш павильон был понятен и интересен в первую очередь для китайских посетителей. Основы миропонимания, присущие нашим предкам и древней философской китайской традиции во многом схожи. Китайская триада земля, человек, небо, тайцзы совпадали с представлениями древних русов о матери земле и отце небе, которые и создали в пустоте между собой все сущее. Единица рождает двойку, двойка рождает тройку, тройка рождает десять тысяч вещей. То есть тот язык архитектуры должен был отразить и наше культурное движение, стремление друг к другу, России и Китая в том числе. Изменяемость как основа жизни. В Китае в книге перемен, являющейся для китайцев основным мировоззренческим текстом главным посылом служит мысль о том, что постоянные изменения и есть основа жизни. Пока что-то меняется, мы наблюдаем процесс жизни. Этот принцип использован при создании гибкой структуры здания, которая сохраняет общность образа, функциональную подвижность и возможность изменения форм отдельных частей. Весь объект собран из многих взаимосвязанных фрагментов, каждый из которых несет отдельную идеологическую нагрузку. Вот здесь в серединке вы сейчас можете видеть такие лемехи. Конечно, они были не деревянными на этом павильоне, это были композитные материалы, но во время того, как дуновение ветра происходили, эти лемехи двигались и создавали такое, знаете, приятное шуршание, я бы это так назвал, что-то схожее с камышами, например, когда качают ветром камыши. Это первое. И второе, еще визуально это давало некое переливание, соответственно, действительно, вот этот кубик внутри, я сейчас дальше покажу структуру павильона в целом, он как будто бы был живым организмом. Ну и, соответственно, концепция, павильон цветок, павильон солнца. План павильона схож с древнеславянскими прототипами поселений. Древний город Аркаим на российском Урале, рубеж 3-2 тысячелетия до нашей эры и таким известным сооружением, как Стоунхендж в Англии. Он символично напоминает цветок жизни или солнца. Корни мирового древа раскидистый дуб у славян, например, на ветвях которого покоятся небеса жизни. Платформа в основании павильона характеризует основу жизни, культурно-исторические корни, память общества, а его связи с предыдущими поколениями и природой. Именно отсюда начинается рост и движение вверх. Здесь находятся корни мирового дерева, вся нижняя часть платформы покрыта деревянным лемехом, ну, в кавычках деревянным, которые издревле используют русские мастера. Ну вот, собственно говоря, как павильон выглядел в ночное время. Это, конечно, 3D-картинка, но дальше там будут фотографии. Все очень схоже. Действительно, это было завораживающее зрелище. Там еще была такая световая динамика, это все немножко там становилось ярче, тусклее. Ну и, собственно говоря, три основных цвета, которые преобладали в экстерьере павильона, это золотой, красный и белый. Соответственно, белый символизировал духовное начало, чистоту. золото, это богатство, красный, красота. Соответственно, как там идет сравнение, как красная девица и так далее. Поскольку у нас тема Экспо Beta City, Beta Life, лучше город, лучше жизнь, конечно же, мы опирали, ну, архитекторы опирались и на историю, и на движение вперед. Вокруг павильона были разработаны также такие экодорожки из натуральных материалов, дерево, соответственно, какие-то камни были, ландшафтный дизайн сделан, прудики небольшие. Такая очень комфортная, приятная среда. Ну вот, собственно говоря, фрагмент площади Экспо, и вот красным обозначено место нашего павильона, он практически находился в центре. Это показаны маршруты, какая навигация и логистика применялась на территории. Надо сказать, что она была организована просто великолепно. При том количестве людей, которые порядка 80 миллионов посетили Экспо за полгода, с учетом того, что 10% примерно посетили российский павильон, это очень высокие показатели, очень высокая нагрузка, и с этой нагрузкой вся инфраструктура справилась блестяще. Вот еще несколько рендеров павильона. Вот этот элемент с крышей, в нем было размещено летнее кафе и ресторан, соответственно, можно было, две башни были задействованы, одна под кафе, другая под ресторан, но можно было также разместиться на улице. Ну вот еще. то, что касается интерьера, это, так сказать, рендеры, которые не стали финальными, но тем не менее эко-направленность, она изначально была в проекте архитекторов, до того момента, пока не появился Борис Аркадьевич со своим цветочным городом, с незнайкой. Сейчас дальше мы к нему перейдем. Ну, опять-таки, вот такие световые плафоны были сделаны, которые давали вид на изнутри, можно было посмотреть на эти башни, и вот этот декор, да, и цветовая гамма, которая была применена, они тоже под действием при освещении дневном один эффект давали, при освещении ночном другой. Было очень красиво и очень эмоционально вдохновляло эта вся история. Говоря о самой структуре, вот, собственно говоря, у нас 12 башен, эти башни были разного назначения, вот, собственно говоря, первая башня представляла собой подъем на второй ярус павильона, павильон состоял из двух ярусов, собственно говоря, сами башни были функционально задействованы только в первом ярусе, а куб основной павильона состоял из двух уровней, соответственно, уровень первого этажа и уровень второго этажа. На уровне второго этажа как раз и была наша экспозиция, посвященная, ну, скажем так, эко-городу, в формате предложенным Носовым про Незнайку, про ее путешествия, про солнечный город, и в том числе даже тема Незнайка на Луне тоже была задействована, сейчас все это потихоньку я вам покажу. Вот. Ну, собственно говоря, вот немножко зачитаю, первый уровень город детства, цветочный город это воплощенная мечта об экологически чистом мире, наполненном гигантскими цветами, фруктами. Увеличенный масштаб материальных объектов позволит каждому посетителю почувствовать себя маленьким человеком, окунуться в атмосферу детства. Вот надо сказать, что, несмотря на то, что этот ход, он не новый далеко, его очень хорошо считали все, можно сказать, гости павильона, и сами китайцы были просто в восторге от этого. потому что то, как удалось это все реализовать, оно действительно эмоционально и создавало настроение, что действительно маленький человечек в большом каком-то пространстве, в увеличенном пространстве, или ты уменьшенный, как это правильно выразится. Соответственно, второй уровень город юности, солнечный город, это воплощение юношеской мечты о том, что человеку все подвластно. Это модель идеального города, в котором изобретения и инновации делают жизнь гармоничной. Солнечный город, это город с искусственным микроклиматом, здесь всегда светит солнце, солнце в каждом окне. Это некий праздничный лабиринт с виртуальными картинками. Третий уровень, большой мир, лунный город, это осознание человеком себя как части вселенной. Это модель города будущего с привычным выходом в большой космос. Всему маршруту следования посетителей установлены тачскрины с виртуальным гидом Незнайкой, который на разных языках по выбору проводит экскурсии по городу мечты. Это позволит сделать доступным информационное обеспечение выставки. Главный акцент экспозиции создание атмосферы приветливого мира, о котором каждый мечтает с детства. Это город мечты станет новой реальностью, которая так не похожа на сегодняшнюю и так привлекательна. Ну и заканчивается эта не презентация, а концепция фразой Носова «В жизни это одно, а в сказочном городе совсем другое». В сказочном городе все бывает. И действительно там было много замысловатых моментов. Вот один из сценографических эскизов. Каким образом была построена экспозиция? Ну, соответственно, на лунном городе он разместился на потолке, и там были подвешены различные такие достаточно символьные объекты, в том числе космическая станция, луноход, первый спутник, ну и несколько таких фантазийных объектов. Я сейчас Юль, можно вас попросить запустите видео, пожалуйста. Хочу вам предложить прогуляться по нашему павильону. Это рендер, обзорный рендер, который был подготовлен в процессе проектирования, и он практически уже отражает павильон в том виде, в котором он был реализован. Нормально тормозит? Да, нормально. Ну вот мы видим, я уже говорил, вот этот козыречек небольшой с площадкой, где разместились рестораны и кафе. Вот мы обходим вот эти экодорожки вокруг павильона и заходим в главный вход. Здесь, соответственно, посетители встретили ресепшн, и вот уже можно просмотреть элементы этой нашей большой экспозиции, которая наверху. Дальше у нас идут, мы заходим в экспозиционные башни, их было две, в этих башнях размещались сменные экспозиции. Там около двадцати, по-моему, регионов показали, представили свои экспозиции за полгода, которые были сменными, соответственно, эти экспозиции друг за другом были выстроены, была определенная логистика, и на самом деле эта логистика была таким новшеством со стороны нашей страны, потому что никто больше такую практику не применял. Вот в торце вы сейчас можете видеть некую нишу с инсталляцией, я потом про них, про эти ниши расскажу отдельно. Соответственно, наши госкорпорации были представлены, еще две отдельных башни были с Росатомом, с Роснано, там были проекты по энергетике, по новым технологиям, ну и, естественно, в основном посвященном жизнедеятельности современных городов. Вот как раз тут сейчас показана экспозиция Роснано условная, ой, извините, Росатома. Ну и дальше мы сейчас потихонечку будем заходить на второй этаж. Вот мы подходим к башне, где находился эскалатор. Перед этим эскалатором такая размещалась детская зона, там показывали различные конкурсы проводились, тоже шла такая активная жизнь. Ну и вот мы, собственно говоря, заходим в наш вот этот солнечный город, где вот слева нас встречал гид-незнайка, и в домиках были размещены голографические мониторы, в которых тоже можно было подойти, это такие гиды человечки, да, ну на самом деле дети, которых специальным образом там костюмы одели и отсняли. Каждый ребенок рассказывал, соответственно, там была на нескольких языках тоже озвучка, и на китайском, и на русском, и на английском, рассказывал каждый о своем экспонате, то есть вот технологии были представлены и наши экспонаты вот в таком вот интересном виде, ну и плюс где-то там они прятались тоже еще некоторые образцы были натуральным образом показаны. Вот мы спускаемся вниз, проходим через три башни, они же являются опорами кровли. Ну и вот финалом, как это положено, являлся магазин сувениров, где можно было приобрести различные различные сувениры, да, с символикой нашего павильона Российской Федерации. Надо сказать, что тоже это все пользовалось большим успехом, не успевали, насколько я вот помню, подвозить и производить эту сувенирную продукцию, потому что все это просто сметалось вот этим большим количеством людей. Ну и вот мы выходим из павильона, опять над ним немножко взлетаем. и вот сейчас по нашей зоне кафе можно немножко попройтись. вот такая вот была разработана концепция, такой был разработан павильон, и сейчас я покажу, что получилось вживую. Юль, все, наверное, можно выключать. Давайте я попробую со своего компьютера запустить, вроде сегодня не промозит, как вчера. как раз крупным планом показана башня, вы видите, какие орнаменты, как они действительно были проработаны, это все делалось на заводах, много экспериментов проводилось, вообще сам процесс строительства был таким очень интересным процессом, достаточно сложным, то есть все башни разные, все орнаменты индивидуальны, ничего не повторялось, ну и вот собственно как это выглядело в нем, вот изнутри, и вот как это выглядел ночью, вообще конечно территория экспо ночью представляла из себя удивительное зрелище, завораживающее, очень праздничное, очень радостное, в общем все с эпитетом очень там было, ну и вот фотографии экспозиции, просто я пробегусь по ним, нормально у вас не тормозит? виталина. Действительно мы попадали в пространство, где ты становишься маленьким жучком каким-то, да, в огромных цветах, лопухах, среди ягод, среди каких-то огурцов, это вот сейчас как раз можете увидеть, как потолок был устроен, в некоторых кратерах были устроены светодиодные краны, которые конечно на тот момент технологии были на 10-й год не очень высокого качества, то есть с плохим разрешением, они такие больше какие-то представляют космические картины, да, не сильно внятные, вот, но это вот как раз сейчас видите домик, один из домиков, в котором размещались наши персонажи. Надо отдать должное команде Краснова, что они очень с высокой детализацией проработали декорации, я думаю, любой театр, наверное, позавидовал бы таким декорациям, потому что они очень реалистично воспринимались. Вот вы видите один из мониторов, да, в домике, и там, собственно говоря, сейчас идет сюжет об одном из экспонатов. если вы посмотрите наверх, то увидите фермы со световым оборудованием, это тоже была целая отдельная история, связанная со светом, да, вот с этой световой сценографией. Она, конечно, дорогостоящая и сложная, но эффект свой имела и очень, так сказать, усиливало восприятие экспозиции. Вот, например, вот этот кристалл, как бы, да, это кристалл знаний, на котором наш гид Незнайка рассказывал о экспозиции. Максим Анатольевич, время. Сейчас я-то пройдусь быстренько еще. фотография. Вот такие шапки. Еще один плюс этих всех декораций был в том, что они были вандало-стойкие и туда залезали и прямо фотографировались, то есть все это выдерживало такую нагрузку и, соответственно, в течение всего срока проведения экспо полгода это не утратило своей товарной привлекательности, да, и не было там ни разломано, ни разбито. Все осталось живым и, в общем-то, соответствовало практически первому первому дню открытия. Сейчас я хочу еще дойти до фотографий общих. Вот так все это тоже выглядело. Была и перспектива интересная, и передний план можно было рассматривать. И за каждым кустом тебя ждали сюрпризы. так, я, наверное, тогда это приостановлю. Можно я еще буквально одну маленькую покажу презентацию. Расскажу о первом этаже экспозиции. там были представлены 10 витрин. Эти витрины разместились архитектурные вот вы первые можете видеть, разместились такие архитектурные шутки, что ли, если можно так сказать. То есть был проведен конкурс среди 300 художественных школ, и дети нарисовали объекты городов так, как они их видят. А потом профессиональные архитекторы превратили это в объемные ну скажем так инсталляции. Вот вы можете снизу видеть то, что сделал архитектор, сверху справа то, что сделал ребенок, а в середине фотография то, что как это реально получилось в экспозиции. И у каждой этой инсталляции были два мониторчика, где дети рассказывали о концепции о своей. Это был и жилой квартал, спортивный комплекс, университет, школа, больница, театр, даже башня телевещательная, завод по переработке мусора. Вот еще два слова буквально хочу сказать о каким мог бы быть еще один из альтернативных проектов нашего павильона. Это та же команда делала, но слава богу павильон наш был таким, каким был. Ну и немного фотографий о той насыщенной жизни, которая была в павильоне. Действительно она и политический аспект затронула. И культурные, экономические, насколько я знаю, там на несколько миллиардов было подписано контрактов нашего бизнес-сообщества с китайским бизнес-сообществом. Ну и собственно говоря, были представлены слышите? Да, да. Максим Анатольевич. Ваше время более чем истекло. Все, а я закончил на самом деле. Спасибо за внимание. Извините, что-то затронозило в конце. Максим Анатольевич, огромное спасибо. Я буквально добавлю одну единственную реплику. Почему? Потому что я была в этом павильоне и я могу сказать только одно. Самой большой проблемой этого павильона было родителям увезти оттуда детей. Это было невозможно. на конце этого пандуса, который вел со второго этажа, были просто рыдания на весь павильон, потому что детей вывезти оттуда было просто нельзя. Спасибо огромное. Следующее у нас мы представляем слово Илье Владимировичу Пейде из опыта выставочной и музейной практики. Илья Владимирович, член Союза дизайнеров России, вице-президент Союза дизайнеров Москвы, доцент кафедры художественного проектирования Института современного искусства, лауреат национальной премии в области дизайна Виктории, художник-проектант музея-заповедника Коломенское, с которым он сотрудничал последние годы. Ну и еще я добавлю, что Илья Владимирович сын Владимира Пейде, знаменитого тоже художника, проектанта, международного вообще выставочника, который долгие-долгие годы работал с Кликсом Рудольфа Регольчем и, в принципе, был, конечно, одним из крупнейших художников-выставочников. Илья Владимирович, пожалуйста, и одну секундочку, я еще хочу добавить как раз на примере Ильи Владимировича мы сейчас посмотрим с вами и выставочную деятельность, выставочную практику и музейную практику, которую, в общем-то, вот вел Илья Владимирович последние годы. Пожалуйста, слушаем и смотрим ваши очень красивые проекты. Меня слышно? Слышно, да. Да-да. Добрый день, коллеги. Мария Терентьевна, большое спасибо за приглашение поучаствовать. Значит, я с удовольствием выслушал предыдущих ораторов, получил огромное удовольствие. И с удовольствием бы эту тему продолжил, конечно, всемирных выставок, но поскольку мне уготована другая участь, значит, я сейчас пройдусь тогда вот по таким более земным проблемам. Значит, это в основном два периода. это период где-то с 98-го года по 2018-й, новейший период, и период 79-го по 89-й год, период музеев, которые пришлось сделать, и работ в торговой палате, проект международных выставок. К сожалению, у меня мало материала сохранилось, естественно, тут, конечно, кроме выступающих, нужно еще вернуться к книгам Тольфа Ригольдовича Кликса, Рязанцева книга и Виктора Литвинова. Огромный материал там собран по всемирным выставкам, конечно, надо отдать этим авторам должное за огромный их труд. Я коснусь то, что происходило, наверное, в начале показать старый материал, может быть, да? Там есть он, он у вас есть, да, можно его показать, да? Я вам пересылал, я не знаю, как у меня получится здесь. Сейчас попробуем. меня слышно? Да, да, да. Вот тут немножко хаотично все у меня получается. Извините, а экран видно, да? Я просто демонстрацию... Это я запустила, вы говорите мне. Давайте все подряд тогда, да, хорошо. Говорите. Значит, это макет выставки, передвижной выставки СССР-перестройка, 89-й год. Эта выставка работала в трех городах штатов, во Флориде, в Далласе и в Орландо. Планировалось больше, но на определенном этапе кончились деньги, как всегда. Вот бывает такое. Значит, это такая сборно-разборная конструкция, которая перевозилась из города в город. Вот там еще сохранилось два фото следующие, да, такие вот. Там можно их показать сразу. Вот это и вот это вот, да. Тематика там была космос, авиация, так сказать, какие-то вот наши работы, так сказать, в основном носил такой технический характер. Вот. И длилась она в течение, так сказать, где-то трех месяцев. Выставка была явно бюджетная, так сказать, да, потому что, так сказать, деньги, которые на нее выделялись, были весьма скромные и приходилось в общем-то исходить из таких возможностей, которые были тогда предусмотрены. Давайте дальше пойдем. Так, вот этот макет Лейпцигской ярмарки 1986 года. Вот такая конструкция довольно популярная все годы Шар-труба, так сказать, вот создавались такие мини-павильоны внутри пространства огромного, которые, так сказать, аккумулировали, так сказать, тематические разделы в каждой из них. Дальше. Так, это выставка в Загребе, тоже вот макет сохранившийся. То есть, здесь показывается такая кухня отчасти того, что было когда-то. Так, это выставка в Познане. Это выставка в Вене, 1986 год, Товецкий павильон, это кондициональная выставка с такими многофункциональной тематикой от, так сказать, от одного искусства до танков, буквально. Это музей в Могиле, мемориальный музей Беланинского управления, это 1979-1980 год. Довольно неплохо по тем временам он получился, но, так сказать, были, конечно, в те времена технические проблемы, закупали светильники в Эстонии, это казалось вообще верхом, так сказать, из-за нескольких каких-то технологий. Так, это графика, графика для научно-покурарных фильмов, которые работали такими вставками, слайд-фильмы тогда были, такие вот вставки были тематические для научно-популярных фильмов. Значит, вот здесь можно остановиться, это фрагмент Всемирной выставки, для Всемирной выставки делался установка, это Всемирная выставка Цукуба, авторы проекта Олег Ломака и Володя Коннери. Я там участвовал в качестве разработчика оборудования и декоратора и вот автора и соавтора графики для главных фильмов. Можно дальше пойти. Мы сделали вместе с Юрой Диаконовым, тут причем, так сказать, немножко анекдотичная ситуация, доходила до того, что параллельная задача у нас была, тема здесь углерод, материал будущего. параллельная задача, которую нам еще ставили, это сымитировать компьютерную графику. Вот, чем мы и занимались. Это все, так сказать, графика и аппликация, ручная работа. Тема углерод, материал будущего, углерод в медицине, углерод в космосе, космические лифты, станции и так далее. Ну, можно вернуться в начало. Можно вернуться в самое начало, наверное. Первое, второе, надо. Первое, наверное, да, там можно. Туда вверх, ее туда. А вот здесь вот, да, вот можно начать. Это 2000-2001 год, это первая выставка в гостином дворе «Мир мебели интерьеров Федекспо». Мы тогда участвовали вместе, совместно с главом АПУ, у нас работала группа «Союз дизайнеров» в Москве, участвовали в реконструкции гостиного двора, делали оборудование и систему коммуникативного дизайна. И потом я вот делал первую выставку в Федекспо, 2001. Только в чем, что, так сказать, сама экспозиция наносила такой хаотичный характер. Там было где-то 50 участников, это был такой рыночный такой момент. и вот эти доминанты, они как бы сыграли свою роль, немножко объединяя вот это пространство. Это уже Кломенское, макет выставки «Александр I по температуре». Дальше можно подсказать, тут уже все подряд. Это музей Лосева, по-моему, 2004-2005 год. Делала система оборудования для библиотеки и мемориальный музей Лосева на Арбате. Дальше можно так сказать. Это русское искусство, макет, макет и дальше экспозиция. Значит, здесь, вот здесь это делалось во дворце Алексея Михайловича, здесь пришлось проводить работу, делать проект приспособления интерьеров для экспозиции, потому что они были абсолютно, так сказать, представляли из себя такой, ну, гаусс, в общем-то, когда мы туда вошли, там, в общем-то, вот этот деревянный пол и потолок, коммуникации, которые, так сказать, выходили изо всех систем, складской немножко было помещение, вот это приходилось, пришлось предварительно, так сказать, обработать, а потом уже, так сказать, внедряться туда в систему экспонатов. Это тоже выставка в Коломенском, Русский Север, тоже Коломенское, Березовские древности выставка. Технически это все, как бы делалось на достаточно простом уровне, других вариантов тут не было. Единственное, что вот в процессе, так сказать, вот работ по приспособлению удалось более-менее, так сказать, устроить систему освещения. тоже выставка в Коломенском, по-моему, это домик Петра. Домик Петра, там была, в общем-то, отчасти реконструкция интерьера и экспозиция, для экспозиции. Это вот 2008, по-моему, 2008 год, по-моему, 2007-2008 год. Так, это все домик Петра. Можно дальше. Так, там еще что-то, по-моему. Последняя папка. Да, там еще папки есть, отставки какие-то, да. Это, это выставка в Третьяковской галерее «Хомо Легенс», «Человек-читающий». Распространенные книги. Дальше можно крутить. Так, это Коломенское, опять, это выставка «Дон Шмолухов России». Возьмем дальше. Так, вот, это неповторимый почерк эпохи тоже в Коломенском, во дворце Алексея Михайловича. Очень интересное содержание выставки было. Здесь были собраны рукописи классиков, Чехов, Достоевский, Толстой, Булгаков. Очень интересное было выставка содержания. Какая-то там свежая карьера выставка. Какая-то концепция нереализованная, ледник на государевом дворе в Коломенском. Там идея была такая, существующая оранжерея, как бы, так сказать, лет 20 назад построена, и с ней, в общем-то, руководство не знало, что делать, и вот было предложено что-то там придумать, так сказать. Вот был придуман такой вот вариант такого земного музея с системой инсталляции, тетрализации пространства и как бы имитации выхода в экстерьер. Вот макеты. Но это осталась нереализованной ситуацией. Можно дальше крутить. все тут наверное все спасибо. Илья Владимирович, спасибо большое. Вы очень как-то так вот скромно комментировали свои проекты, но я думаю, что это еще может быть у нас повторится как-то. Вот как раз на примере Ильи мне хочется сказать, что вот в чем вот это вот опять-таки вот это соединение выставки и музея. Да потому что это делают одни и те же люди. И как правило вот те художники, которые делали выставочные огромные проекты, прекрасно себя зарекомендовывают и прекрасно работают и в музейной экспозиции. и как раз вот проекты Ильи я хочу сказать, я считаю таким... Мария Терентьевна подвисли у нас. за выставкой и за музеем. Следующий я хочу пригласить, это Надежин Владимир Васильевич и Власов Дмитрий Владимирович. У этого проекта еще Рукавишников Александр Юлианович, один из авторов, и они расскажут нам о генеральной концепции музеификации исторического памятника Кандау во Вьетнаме. Владимир Васильевич Надежин, заслуженный художник Российской Федерации, проектант выставок и музеев, член гильдии художественного проектирования Мосха, президент благотворительного фонда Дельфис. И Дмитрий Владимирович Власов, художник-экспозиционер, член гильдии художественного проектирования Мосха. Пожалуйста, вам слово. Пожалуйста, Володя. Включай. Мария, слышно меня? Да, слышно, слышно. Вот пока не видно, но слышно, я просто не потемь скажу. и видно, и видно. Два слова? Сейчас картинки будем смотреть. тут некоторые, наверное, знают, Игоря Константиновича Зиновьева, помните нашего художника, который умер в 110 лет почти? Маш, помнишь, да? Ну, знаю, да. Вот я его на столетие спросил, говори, Игорь Константинович, а что в жизни вот вам удивило в его столетиях, когда было? Он говорит две вещи. Первая, это выставка 13-го года всемирная, а вторая, значит, в 36-м году театр Кабуки японский. Я говорю, а что же вы там на выставке 13-го года так удивило? Понимаешь, говорит, Володь, все англичане привезли современные пароходы какие-то, немцы привезли паровозы, столько техники было, а Россия выставила в центре куб чернозема и ничего. и говорит, весь мир был в шоке от этой выставки. Вот просто к тому, что действительно тема всемирных и вообще выставочная тема, она не такая вот, понимаете, простая, чтобы говорить. А теперь, собственно говоря, если вы видите, мы сейчас перелистаем вот этот вот альбом, который я показываю, проспект, прокомментирую, если там что-то можно будет читать, вы почитайте, а я вот эти развороты просто такими словами своими и кое-что там из того, что написано, вам расскажу. Пожалуйста. Предложение вот об этой работе поступило нам от бывшего премьер-министра Вьетнама через такого господина Киня, довольно известного культуролога во Вьетнаме в 2002-2003 годах. Володя, одну секундочку, извини, ради Бога, я преамбула как бы расскажу. Дело в том, что Владимир Надежин делал во Вьетнаме совершенно знаменитый великолепный музей Хо Ши Мина, за который вся эта группа, это был Леонтий Озерников, это Владимир Надежин, это Марина Худякова, они получили национальную премию Вьетнама. Отсюда вот как бы опять вот возврат такой вот к этим художникам, которые сделали тот совершенно знаменитейший музей, о котором тоже мы практически ничего не знаем. Да, Володя, извиняюсь, пожалуйста, продолжай. Все, наоборот, хорошо мы. Вот в авторском коллективе в этой концепции по Кандау, сейчас Дима вот открыл, видно, да? Видно на экране? Видно на экране обложку, да? Нет, пока не видно обложку. не видно. Демонстрация экрана я включаю. Вам нужно включить демонстрацию экрана. я включил демонстрацию экрана. Но пока у нас не началось, к сожалению. Вот сейчас вы не видите? Нет, нет, нет. Все, все пошло, хорошо. Просто, видимо, тормозит связь немножко. В авторском коллективе вот на это в генеральной концепции участвовали от исторического музея два автора научных сотрудника Татьяна Колоскова и Ольга Киташова. Значит, вот художники надежен, рукавишников, классов. На следующем этапе мы о нем не будем сегодня говорить. Участвовал еще эскизно-архитектурно-проекция значит, Иван Коршин. Значит, мы, вот я уже говорил, мы с Дмитрием пролистаем вам вот этот вот альбом. Я не думаю, что это немного времени займет. Я его немножко, так сказать, проговорю, что там такое. Но закончилась эта вся тема, потому что умер этот премьер-министр и, в общем-то, сказать, на этом, собственно говоря, все и закончилось. Сейчас говорят, что они с кем-то сотрудничают. Ну, все по слуху, мы встречаем этих людей, но пока ничего не знаем, что дальше происходит. Расскрываем следующее. Вот Южно-Китайское море, примерно где-то на 8-й градусе широты и 103-й долготы на пересечении торговых путей многостолетий архипелаг Кандау из 16 островов являлся важным фонпостом с начала Португалии, а середина 19-го века французской колонии. Основной остров архипелага Кандау французы превратили в систему тюрем и зону заключения, что продолжалось долгие 113 лет вплоть до 1975 года. Так что в 1940-х годах были запретены помните такие знаменитые по жестокости тигровые клетки. Судьба, правда, первых вот этих изобретателей тигровых клеток так распорядилась, что и они и попали в них же сами, потому что эти острова захватили во время войны 1941-1945 годов японцы и после 1954 года уже после значит французов захватчики стали американцы. Вы помните, что все время одни колониалисты там сменялись другими. И до 1975 года значит развили в американские тигровые клетки. В общем, все это закончилось победой вот вьетнамской этой самой войны в 1975 году. Конечно, когда там бывает, что контраст вот этой красоты природы, этого архипелага, вот видите, в центре этот самый Кандау остров, а кругом еще 16 потрясающих островов. Мы туда с рукавишником уплавали. Вот. Это, конечно, такая разительная вещь. И камеры, где побывало почти 200 тысяч человек заключенных, это патриотов и руководство почти всего Вьетнама там отсидело и погибло у них около 20 тысяч. Вот из сокровищ Вьетнама, которые вообще найдены были за время там и там и в разных местах, у них есть такой символ золотой черепахи, который называется Ким Куин. И она у них считается вот как защитница людей вьетнамской мифологии. И, в общем, она вот у нас как бы такой основной символ Вьетнама. Следующий разворот Ким. Вот историческая пристань, на которой, собственно говоря, к которой ты подъезжаешь, она мемориальная зона сохранилась, начиная с 1873 года. И вот первые узники, собственно говоря, по этому причалу, которые подъезжали сюда, здесь, вот в этом месте, как они считают, доказано, что погибло примерно 914 человек. И мы вот как бы в такую форму побольше нельзя сделать этот экран, да, или они там могут сами его увеличивать. Побольше немножко, да. Я вот так могу сделать. Нет, ну, в общем, короче, дали показывать, да, вот на этих обручах, вот эти вот 914 фигурок рыб, они как символы, так сказать, вот возносятся на небеса, и мы вот в таком образе, нет, все-таки сделали стабильно, да, чтобы они могли читать, да. Это вот как бы ты подъезжаешь к причалу, и вот души страдальцев, вот эти 914, значит, уходят туда, в небо. Ну, и в тематике вот этой всей парковой зоны, основной, которую мы предлагали использовать, это, конечно, фольклор Вьетнама, Юго-Восточная Азия. Это вот здесь изображены вот эта их рыба, о которой мы говорим, через которую душу перелетает на небо, значит, царица Куань-Ам и вот Ким Кюонг, так сказать, два их таких знаменитых героя. Следующий, это правда. Вот этот вот тоже мемориальный мост Батхя-Мань, который недостроен до сих пор, он тоже как бы считается у них вот слева, он считается таким хранителем, так сказать, силы вот этой жизненной героев и такой блок, который сохранен мемориально, а справа это кладбище Ханзы-Онг, это место такого, вот место тоже мемориальное, где успокоены там несколько десятков тысяч героев и мы как бы проложили к нему такую легкую светящую дорогу из 13 тематических блоков, которая отражала вселенную горе, что ли. Само кладбище мемориальное сохраняется в первозанном виде. Вот Рукавишников сделал две модели, которые потом как-то не востребованы, они так и остались у него мастерской на вот эту тематику. Я лично разорвался. Вот эта тюремная система, которая в центре, в подбрюшье вот этого острова, она сохранена частично исторически. это тюрьмы, там у них бань один, бань два, комплексы, бань три, бань четыре. Значит, экспозиции с узниками начиная с 1862 года по 1955 годы, потом отражено восстание в сентябре 1945 года вот этих узников и передача тюрем Кандау уже сайгонцем, которые с американцами пришли значит в марте 1905 года. Второй блок вот там как раз мы просто обозначили вот эти мемориальные места, слева это французские тигровые клетки, а справа это американские тигровые клетки. Французские тигровые клетки изолированные коровники значит консервируются, сохраняются в историческом виде, посвященные узникам Кандау периода правления сайгонского режима. Особое место займут события дня освобождения это 1 мая 1975 года. Следующий разворот. Это вот как бы тоже вот эти места, но у нас много есть съемок натуральных, здесь же это альбом, который готовится для разговора как идея, это тематические зоны мемориального тюремного комплекса Кандау, предложенные для тщательной разработки и тематических акцентов. То есть мы как бы потом предлагали конечно все это на следующей этапе совместно с вьетнамскими специалистами. Во-первых, этот весь альбом должен пойти на перевод, так сказать, на обсуждение, на разработку. Следующий разворот. Вот это мемориальные значит еще зоны, где дом Куанг и дом администрации острова. Я здесь просто процитирую из тюремного дневника стихов Хошимина. Тот, кто был в тюрьме, послужит людям честно, хорошо в тюрьме проверен он, человек в этой клетке тесный, вылетает сильным, как дракон. Ну, такая как бы символика смысла вот этой тематики. На острове Кандау предлагается создать центры реабилитации ветеранов и жертв насилия под патронатом оставшихся в живых узников тюрем Кандау. Я напомню, что это 2002-2004 год. Также предполагается создать площадь с монументальной композицией по мотивам мифов народа Итнама с сотворением мира. У них довольно любопытная вот эта мифология, на которой можно отдельно долго разговаривать. Следующий разворот. Ну и вот на этом развороте мы показываем маршруты, которые как бы вот могут быть это и по воде маршруты, такие специальные дороги и, так сказать, разные схемы предполагаемые, которые могут быть как бы различные связаны. Это все как бы разговор как концептуальный для обсуждения. Ну и вот наконец последняя страничка. опять мы возвращаемся к системе всего задняя. Да. венчает остров вообще у них по их мифологии это храм женщины, царицы. У них к женщине такое особое отношение мифологии Вьетнама, как освободительница вьетнамского народа, о чем история сохранила много мифов и легенд. На островах архипелага, которые вокруг основного острова предполагается создать интерактивные зоны, которые будут побуждать не только к пассивному созерцанию исторических памятников, но и к активному сопереживанию проведения здесь произошедших здесь событий. Известность на острове для перевоспитания заключенных и обслуживания всем необходимым администрации административного аппарата и узников создавали специальные кадржные бригады, которые, так сказать, работали по этим спецзаказам. И как отрицание кадржного труда сегодня можно построить 18 экологических таких деревень, то есть вот на этих островах. Ремесленники, там любители этнографии, садоводства, земледелия, рыбной ловли, которые привлекутся всего мира людей, предпочитающих здоровый образ жизни. И такой вот труд солидарный, что позволит увязать трагичную историю островов архипелага с современной жизнью Вьетнама. Ну, естественно, много есть фотоматериалов, здесь нет смысла, так сказать, их показывать и рассказывать. Просто вот очень коротко вот та концепция, которая предлагалась на обсуждение, о которой можно было бы разговаривать, развивать. Ну, жизнь сложилась, вот так остался альбом и есть, так сказать, несколько предложений по следующим этапам. Вот, спасибо, я готов ответить, если что-то непонятно или что-то, или вот Дима может что-то добавить. Спасибо огромное, Владимир Васильевич, спасибо. Я считаю, что это очень интересная такая художественная концепция большого, большого крупного проекта. Очень жаль, что он не реализован, но всякое может быть. Поэтому, но концепция состоялась, и ваш проект состоялся, и для вот как бы сферы проектирования не всегда важно, чтобы что-то было в камне, в металле или что-то. И очень важно, чтобы было уже сформировано на уровне идеи, на уровне образа, на уровне вот такого осмысления пространства, темы, времени. Так что спасибо, очень интересный проект. Марья Терентьевна, можно мне добавить? Слышно? Да-да-да, слышно, Татьяна. Просто я хотела рассказать о Дмитрии Власове, о его прекрасных экспозициях музейных. На одной экспозиции я вместе с ним работала как куратор, и вот эту выставку в 2010 году мы сделали с ним, и он был главный художник экспозиции, потрясающей была экспозиция, как говорится, опять голь на выдумке хитра, вот как у Мельникова, такое у него здесь получилось из ничего, огромный ангар, привели в такое вообще исполнение, вот, и это его была победа и успех, это 2010 год, выставка музей на Поклонной горе, я хотела бы публично выразить ему благодарность, очень талантливый художник-экспозиционер, спасибо. Спасибо огромное, Татьяна Леонидовна, это прекрасно, потому что, вот мне кажется, каждый, вот сегодняшний доклад, каждый наш разговор, он как бы невольно, вот, предполагает продолжение этой темы, и Дмитрий, мы обязательно хотим послушать потом и вас еще, и я надеюсь, мы обязательно сделаем еще такой же или круглый стол, или соберемся уже реально, вот, Володя, от вас я хочу сказать, обязательно музей Хошемина. Мария, у меня еще пара десятков, пара десятков нереализованных есть проектов, и в том числе совместный с нами музей Денуайтиса, помните, да, 14-го года, когда мы спросили моих литовских друзей, кто это такой Денилайтис, он, я говорю, как Пушкин, он говорит, нет, это больше, у нас вот много таких реализованных, нереализованных еще идей. Ну, прекрасно, значит, есть как бы тема для продолжения разговора, спасибо большое, спасибо, 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 так, и следующий у нас, вот так как у Александра Никитича Конова там сложности с соединением, он сейчас загородом, то следующий у нас Антонио Владимирович Вильчес Нагерол, пожалуйста, он рассказывает из авторской практики актуальных экспозиционных проектов Москвы, ну и мне хочется представить Антонио, это директор, координатор лаборатории цифрового искусства Строгановской академии, доцент кафедры дизайна, руководитель студии арт-дизайн и автор многочисленных экспозиций, которые мы видели за последние годы. Антонио, пожалуйста. Добрый день всем, меня слышно? Слышно. Замечательно, я, чтобы крайне мало времени занять, сразу попрошу включить демонстрацию, ну, собственно, сам ее включу. Так, демонстрация включилась, скажите, пожалуйста. Да, включилась. Отлично. Да. Хорошо, замечательно, сейчас, две секундочки. Угу. Так, ну, первый проект, о котором мне хочется рассказать, это выставка этого года, называется «Даешь конструктивизм». Вообще, в принципе, вот эта тема очень интересная с завязкой с мировыми всемирными выставками, потому что мы сегодня говорили о них в таком глобальном смысле, а я поговорю чуть-чуть более о локальном, как или наследие, или какие-то стилевые моменты, или идеологические моменты выставок в всемирных разного периода могут быть реализованы сегодня в различных выставочных проектах. Первый из них называется «Даешь конструктивизм», это проект из серии выставок, которые я делаю совместно с фондом «Магия моды». Начиналось все с истории в 2016 году. Мы делали выставку, посвященную Надежде Ламановой, и вот с тех пор получен был президентский грант, уже неоднократно, на продолжение этого проекта, и, в общем, фокус основной этих выставок на моду, скажем так, моду костюма эпохи авангарда, на его открытие в призме общекультурных событий авангардных в первую очередь лет, то есть до 2025 года, плюс-минус. Основная такая, знаете, основной уникальность контента этих выставок, пока не о решении, о контенте очень коротко скажу, в том, что не было сделано до этого никогда. Мы постоянно говорим о авангарде в смысле искусства, скульптуры, авангардных инсталляций, но на самом деле очень мало говорим о моде авангарда, скажем так. А между тем, Надежда Ламанова, о которой вот сегодня уже была речь, она вместе с Мухиной и с Экстер, своими двумя соратницами, они получили в 1925 году, на вот этой выставке, о которой мы сегодня говорили, они получили грант-ри за серию костюмов, не костюмов, извините, моделей. И вот эти модели показывают здесь, что тут что интересно, что эти модели, обратите внимание, рисовала Вера Мухина. То есть, мы-то Мухину знаем хорскоп, это, понятное дело, по большей части, но ее гений, конечно, был не только, она еще и замечательно работала в моде вместе с Надеждой Ламановой. А Надежда Ламанова отдельный разговор, это сейчас не в рамках этого. Но передо мной была задача, как экспедиционера, как бы создать среду органичную вот этим костюмам и их реконструкциям. Дело в том, что никогда до нас, так сказать, до этого проекта, никто не восстанавливал в количестве там больше 50 вот эти уникальные модели Ламановой, Экстер, Эйзенштейна, Поповой, Степановой, художницы авангарда, скажем так, потому что это хлопотно, долго и дорого. Вот. И как раз сейчас мы восполняем такой пробел в целом этот проект и показываем людям уже 5 лет то, как могла бы выглядеть мода в 20-х годах в реальной жизни, в реальной модели. Ну и вместе с вот этими моделями, которые устанавливаются, конечно, была поставлена задача с самого начала этого проекта создать определенную среду. Вот это вот, знаете, такой environment, средовой подход, что человек приходит не просто на выставку, он приходит, грубо говоря, попадает во время вот этих авангардных лет. Ну и здесь я показываю те источники, так сказать, даже не вдохновения, а ту эстетику, в которую мы старались попасть и старались попасть в нее совершенно осознанно, потому что вот эта выставка этого года «Даешь конструктивизм», она посвящена столетию вот этого первого заседания Кузька 13 декабря 2020 года. А на самом деле, ну то есть, как бы, да, это повод и причина, но центром, безусловно, вот нашего этого проекта стало то, что в 25-м году, то, о чем я сказал уже, о чем мало кто знает, действительно, Ламанова и ее коллеги получили гран-при на вот этой выставке 25-го года с формулировкой за, сейчас вспомню точно, за сочетание традиций и инноваций, грубо говоря, там чуть-чуть как-то по-другому, но что-то вводит, традиций и инноваций. И нам захотелось поместить человека вот в эту, как бы, среду выставки 25-го года посетителя. Для этого было много изучено проектов тех лет, это я все показываю, так сказать, проекты тех лет. И вот мы попадаем в то пространство, в котором мы должны работать. Это музей моды в гостином дворе, одно из боковых, как бы, таких больших помещений, в котором с той или иной степенью успешности восстановлены интерьеры дореволюционные, явно такого историзма, да, в сочетании с модерном, с Оркнового. И когда я это увидел, мне показалось очень интересным попробовать воссоздать или воссоздать настроение, я бы так сказал. И вот этот визуальный, на самом деле, конфликт между экспозицией Родченко и Полякова в Гран-Поле, о которой мы сегодня уже тоже говорили, прям вот я слушал и думал, как хорошо, что мы об этом уже с самого начала говорим, вот этот конфликт, так сказать, экспозиции Родченко и Полякова с средой в Гран-Поле, архитектурным решением. Потому что, да, понятно, там были финансовые моменты, которые нашу экспозицию ограничивали, но с другой стороны, как говорил Туденхольд, один из руководителей экспозиции советской, советская экспозиция должна быть агитационной машиной. И вот эта вот ее нарочитое визуальная жесткость и грубость, она на самом деле совершенно очевидно визуально старалась и эстетически реализовать тот идеологический, скажем так, протест нового революционного искусства против искусства и культуры предыдущих эпохов. И было предложено вот такое решение, я его очень быстренько по нему пробегусь, которое, в общем, наследует, пытается, вернее, скажем так, наследовать стилистики и методики изготовления экспозиционного оборудования, которое было в 20-х годах. Ротчинг и целом рядом других художников сделаны. Не только, кстати, экспозиционные, это и агитационные различные конструкции. И скажу вам, что они даже сделаны абсолютно так, как в 20-е годы делалось. То есть, это дерево-бусок 40 на 40, очень простые конструкции, фанеры и так далее. Что еще повторяет Гранд-Полея? Это двухэтажная конструкция вот этого комплекса с большой такой, большим атриумом, внутри которого мы в этот атриум помещаем вот эту инсталляцию. Инсталляцию, которую, сейчас я уже от проекта тогда перейду к разработанному оборудованию, о чем я говорю, что абсолютно в традициях, скажем так, тех лет. Мы намеренно делаем, мы пытаемся посетителей поместить именно не на выставку костюмов, а в среду того времени, в среду выставки того времени. И вот эта инсталляция, которая в центральном зале, я к ней еще вернусь, но она является таким безусловным центром, который объединяет всю выставку. На первом этаже применяются такие модульные, простые, очень конструкции. это первый этаж зал такой, общеобразовательный, так сказать, что такое конструктивизм, что такое авангард. И вот здесь мы пытаемся также грубо-жёстко поступать с интерьером, как в 25-м году делали это наши, так сказать, коллеги Родченко, Поляков и так далее. И вот эта центральная инсталляция, в принципе, это как бы некая такая инсталляция триумфа конструктивистов. Именно в 25-м году триумфа, я имею в виду, так сказать, модниц, триумфа вот этих потрясающих наших амазонок авангарда. Надо сказать, Ламанова вообще удивительный человек, она же была поставщиком двора её величества, его величества. И как она сама потом говорила, революция изменила моё имущественное положение, её действительно отовсюду, откуда могли, выгнали, но она не изменила мои устремления. И она потрясающе совершенно сработалась с Мухиной и с Экстерой, не только с ними. Выставка полна, и в этом её смысл, вот этих вот восстановленных моделей, реконструированных. И моя задача была максимально ярко, интересная и в очень доступной форме постараться это показать. Таким параллельным эффектом от этого конструктивистского решения, такого жесткого, плакатного и, знаете, такого очень давящего по большому счёту на человека явилось то, что это очень легко переезжаемая и собираемая, разбираемая конструкция. В принципе, многие элементы уже у нас были на предыдущих выставках из этого цикла. И при переезде, ну, мы все знаем выставочники, что такое демонтаж-монтаж, так вот при переезде их просто достаточно подкрасить, три гвозда вбить, и они снова готовы. Лично для меня вот эта инсталляция, знаете, она, это как бы триумф конструктивизма. И, с другой стороны, какая-то своего рода плохая, потому что, ну, судьбу авангарда мы знаем в Советском Союзе, и вот этот пик, он, как уже сегодня Татьяна Леонидовна было сказано, действительно, никто не получил достойного, да, продолжения, ни чей триумф не получил продолжения здесь, в России, да, скорее наоборот. И где-то вот этот триумф, он сменился действительно этим жестоким падением, по большому счёту. Вот, и вот этот вот драматизм я постарался здесь тоже показать. Динамичный такой образ, который, в общем, от которого некуда деваться. Были придуманы разные решения по поводу экспонирования плоскостной экспонатуры. Там сложный зал, потому что мало света, поэтому применялись наклонные такие штуковины, которые, в общем, тоже, по сути, некий такой ремикс на те решения, которые уже много раз мы видели в «Авангарде», скажем так. То есть, это такая ярко выраженная стерилизация под авангардную выставку, под авангардную экспозицию 25-го года. И сейчас очень коротко я вам покажу ту экспозицию, которая сделана вот только что. К сожалению, пандемия не позволяет пустить туда людей, не позволяет провести открытие, хорошее, настоящее открытие для музейщиков. Два с половиной года длился проект, абсолютно иное, сейчас увидите. Эта экспозиция посвящена юсуповскому фарфору. У князей Юсуповых большущая коллекция, которая собиралась несколькими поколениями, и ко мне обратились с предложением сделать вот такую экспозицию. В качестве, передо мной была поставлена задача, в качестве неких таких образцов, обязательно воссоздать образ мебели и вообще образ интерьеров юсуповских, юсуповских дворцов, как на Амойке, на Литейном, но, естественно, в Архангельском, экспозиция в Архангельском, я, по-моему, не сказал, в усадьбе подмосковной, и постаравшись воссоздать до некоторой степени этот область, то есть тоже такая, да, игра в историю, по большому счету, все-таки сделать удобную, красивую и хорошо считываемую посетителями экспозицию, потому что надо понимать, что изначальные книжные шкафы, которые были в суповых, они, соответственно, на самом деле не идеально под это подходит. Вот, поэтому тут такая тоже задача была интересная, сделать современную удобную экспозицию, но чтобы посетителю, чтобы у посетителей было все-таки ощущение, что он попадает в достаточно историческую среду, потому что все это происходит и сейчас уже сделано в павильоне Каприз. Павильон Каприз это малый дворец на самом деле, и вот получив такую задачу, я понял, что нужно, конечно, Капать и смотреть всемирные экспозиции и не только всемирные середины 19-го, конца 19-го века, потому что это именно то время, когда формировалась коллекция Фарфовы, когда она была именно выставлена Юсуповым Борисом Николаевичем сначала в Питере, в этом самом Юсуповском дурации на Мойке, и потом уже покрасательно и выставлялся в Вахангельском. И вот посмотрите, как то, о чем сегодня Мария Терентьевна говорила, безусловно, такой мебельный, в общем, конечно, подход к экспозициям это фотография экспозиции всемирных, и даже на экспозиции в Лондоне это тоже очень четко видно, когда такое изящное решение вот с архитектурное решение, оно сопутствует, ему сопутствует такой, знаете, очень мебельный по большому счету подход к демонстрации экспонатов. Вот очень забавная для меня была находка, это экспозиция императорского фарфорового завода, чьим, кстати сказать, так скажем, директором был Николай Борисович Усупов по распоряжению Николая, это самый Екатерина II, и вот тоже такая эстетика, знаете, почти уже классицистических зданий, она, безусловно, была и в то время в экспозиционном дизайне. Ну и, в общем, имея вот эти все входящие обстоятельства, было принято сделать два зала, один музейный, другой выставочный. Сейчас я очень быстренько пройдусь по проекту, вот в проекте это очень четко видно, то есть это тут, в отличие от конструктивистских вещей, тут такая игра, в общем, в историзм, игра в модерн отчасти, но именно с таким эклектическим, так скажем, уклоном. И два с половиной года, как я говорю, длился проект, много что поменялось, много чего искалось, с самого начала были выбраны такие решения, очень характерные для той эпохи, с очень такой статичной общей композицией, с четкими такими пространственными ходами, с большим количеством декорировки, то есть, в общем, мы не создаем такую нейтральную экспозицию, мы пытаемся создать экспозицию среду, скажем так, такой, знаете, почти в кино попасть. И не буду долго утомлять тут описанием всех этих вещей, лучше, по большому счету, буду уже переходить к фотографиям, потому что только что отснятый объект, надеюсь, всех удастся пригласить уже в скором времени туда, была разработана графика для этого, вся разработка декорировки, все карнизы, все стенды, все это авторское абсолютно, отсюда и такое время проектирования. Вот. И на стадии рабочки тоже все было очень уже плотно и долго разрабатывалось. Вот, любой кусочек, любой уголок, здесь я за него могу, так сказать, отвечать и знаю, что это. И вот у нас экспозиция. Она состоит из двух залов, это зал второй, выставочный. Вот в этом зале как раз больше мотив выставок, именно выставок, ну, в частности, всемирных, но не только всероссийских, второй половины 19 века с уже большим, с одной стороны, применением стекла и современных на тот момент материалов в сочетании с большим и богатым декоративным таким эффектом. При этом, на самом деле, конструктивно сложная витрина, их непросто делать и оборудование непростое в изготовлении, но оно не режет глаз с визуальным контрастом с самим самой экспонатурой, которая тоже непростая в показе и, в общем, я не первый раз выставляю фарфор, но это дело такое, непростое. Мне, кстати, было очень приятно услышать теплые слова. Приезжал хранитель из Эрмитажа фарфора Ян Веленский, он сказал, вот именно так фарфор должен быть выставлен. Ну, мне было невероятно приятно это услышать, но, во всяком случае, много тут решений, которые мы применили и которые, в общем, работают. Из зеркала, очевидно, совершенно на другой уровень выводят восприятие этого фарфора. И везде такое, знаете, мы, грубо говоря, пытались создать красивую, но вторичную, в общем, раму по отношению как такая красивая рама, но для картины. Вот саму картину как бы вытянуть вперед. Вот, это первый зал, второй, простите, выставочный. И вот, собственно говоря, он уже у нас заканчивается, его показ, и мы переходим с вами в зал первый. Вот, первый зал, а вот первый зал, это другое уже, это, знаете, такая фамильная, фамильная кладовая юсуповского фарфора, мы для себя так это формулировали, потому что действительно уникальные вещи по своей мастерской и по своему мастерству, и самое интересное, что зал этот находится там, где была, где была именно живописная мастерская, как ее тогда называли, живописная мастерская князя Юсупова, да, то есть это мастерская по росписи фарфора. Ну и здесь основа, это такие ярко выраженные шкафы в соответствии с теми традициями, которые были в экспонировании домашних, так скажем, музеев, домашних ценностей, в конце девятнадцатого и начале двадцатого века, но на современном техническом уровне, тут сложная система освещения, климата и так далее, тем не менее в эстетике мы старались попадать не в прямую, но старались стилизовать решения тех пор, а вот это мои, наверное, такие самые приятные мне в общем кадры, потому что здесь она работает прямо так, как мне бы хотелось, потому что вот здесь очень видно, что весь акцент мы ставим на сами экспонаты и стараемся для них создать такой, ну вот я говорю, некий, знаете, такой образ шкатулки, ну не золотом, но с фарфором, который, когда такой фарфор, он, наверное, еще ценнее, чем золото. И вот здесь, в общем, уже финиширую я, потому что времени у нас мало, еще у нас один очень интересный докладчик, насколько я понимаю. Все, я останавливаю демонстрацию, мне бы хотелось сказать только в завершение вот что, совершенно по-разному могут быть использованы традиции всемирных выставок, и думаю, что это неисчерпаемый источник вдохновения для всех, для нас. И сегодня, когда рассказывали про Иофана, я вспомнил, что в его воспоминаниях он несколько раз пишет, как ему было обидно, когда постоянно говорили о Мухиной, и это гениальная скульптор, вопросов тут никаких нет, но когда действительно Иофан практически придумал всю эту композицию, и по эскизам это очень хорошо видно, а ни слова о нем практически никогда не говорится, действительно, это очень обидно, поэтому, наверное, чем больше мы будем говорить о мастерах экспонирования, тем будет интереснее и лучше. Все, спасибо огромное, надеюсь, я был недолг. Спасибо, Антоний, очень интересно, и поздравляем с новой очень интересной экспозицией. Спасибо. Спасибо. И у нас остался последний наш доклад, я надеюсь, мы все-таки его обязательно сейчас услышим, это Соловьев Сергей Владимирович и Синев Геннадий Никитич, но говорить нам будет Соловьев Сергей Владимирович, это научный сотрудник музея Анатолия Зверева, главный редактор издательских проектов на тему концептуальные режиссерские художественные решения музея АЗ Анатолия Зверева. Но вы прекрасно знаете, что музей Зверева сейчас один из самых как бы острых, самых вот таких вот новационных музеев, и, конечно, все их работы, которые мы знаем, они всегда поражают вот этим удивительным синтезом современных технологий, современных концепций удивительных и исполнения. Пожалуйста, Сергей, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. В фигурном катании последние последние на льду. Я надеюсь, что ложусь в очень короткое время. У меня презентация сейчас я попробую ее попробую ее как ее запустить в файл. Вот она. Видно ли ее? Видно. Да. Немножко да, вот точно продолжая предыдущего докладчика, сам себя не похвалишь. Да. Похвалят, похвалят. Собственно, моя речь, моя речь, мой доклад посвящен нашему дизайнеру, художнику нашего музея Геннадию Тичу Семьеву. Здоровье и всяческого процветания. Вот поэтому он здесь на фото. И, собственно, без него, а также без куратора музея Полины Лобачевской, а также без куратора музея Натальи Ополевой ничего бы не было. А за пять лет в этом году музей исполняется пять лет. Создано почти 20 проектов на самых разных площадках, не только на музее Тверской Иской, но также и в Италии и так далее. И сейчас я очень быстро хочу представить какие-то, может быть, главные принципы, основные находки, которые сопровождают наши проекты и, возможно, вам будет это интересно. Я очень можно. Вот. Музей исполнилось весной пять лет. Не такой же большой срок, но до этого он существовал как бы виртуально пространстве и создавал проект на других площадках. В частности, например, очень громкий был проект «Зверев в огне» 2012 года в Новом Манеже. И, собственно, вот этот проект и стал основой и для создания музейной команды и уже дальше для движения в сторону музея. Что это было за проект? наследники знаменитого коллекционера Георгия Костаки сохранили совершенно уникальные листы Анатолия Зверева, которые оказались в огне, то есть буквально в смысле слова, горели вместе с дачей Костаки в 70-е годы, обгорели по краям, но сохранились вот в таком почти руинированном состоянии. И это удивительные вещи, потому что это очень ранний Зверев, очень авангардный, очень экспрессивный на середину 50-х годов, и все это нужно было вначале реставрировать, а затем как-то интересно представить. И экспозицию, которую сделал Геннадий Кич, конечно, всех потрясла, потому что это была сама идея этих горелых листов, возрожденных из пламени, не словно бы парили в воздухе, вот эти легкие конструкции, игра света, большое количество мультимедиа, экранов и так далее. Здравствуйте, я должен выключить звонок. Всегда и вы. Вот, и это, конечно, было замечательное явление, огромные очереди в Манеж, открытие Зверева и экспозиция, сочетающая себе хай-тек и в то же время историческую линию. Это очень важно, собственно, с этого и началась основная тема музея, как музея современного, рассчитанного на язык 21 века, и, собственно, все остальные дальнейшие экспозиции, которые Геннадий Никитич создавал уже в здании, когда оно было построено, на второй Тверской Емской, как раз отвечали этим параметрам. Вот это наш дом, он очень небольшой, и экспозиционер, дизайнер, сценограф Геннадий Никитич всегда здесь сталкивается с двумя важными проблемами. Первая проблема очень компактная территория, компактная площадь, всего три этажа, 500 квадратных метров, не развернешься, это не манешь, а с другой стороны, это постоянная смена экспозиции. У нас нет музейной экспозиции, этот музей работает как проектный музей. Был даже придуман такой термин при открытии музея, Полина Ивановна его придумала, из-за сериала. Музей посвящен одному художнику, но здесь каждые полгода меняются выставки, представляя этого художника в разных ракурсах, неожиданных сочетаниях и так далее. Ну, я хочу представить одну экспозицию, которая наиболее, мне кажется, была такая насыщенная, мультимедийная и дизайнерская. Экспозиция называлась «Сказки Андерсена». Да. Да. Во-первых, это было открытие, опять же, в архиве литературы искусства были найдены малюсенькие рисунки Зверева, посвященные Андерсену и сказкам Андерсена, пять сказок, никому неизвестные рисунки, хранившиеся в архивах. Мы все знаем, как публика воспринимает графику, тем более он маленькую, это половина листа А4, но была создана такая декорация, была создана такая сценография, что эти листы зазвучали с особой силой. Пять сказок. Первая сказка «Русалочка», и весь зал был превращен мэппингом в подводное царство, вот в этих то ли скафандрах, то ли окнах подводной лодки были как раз рисунки Зверева, и моментально экран менялся на телевизионный, где шел фильм уже о рисунках Зверева и о Бангерсе. То есть абсолютно такое вот с помощью света цвет изменяемое пространство. Второй этаж. Второй этаж две сказки «Гуси-лебеди» и «Голый король». При том, что на каждом этаже внедрен еще объект современного искусства, например, крылья Татьяны Баданины. Это имеет отношение к сказке «Гуси-лебеди». Или, например, объект Андрея Бартенева «Нити обмана». А вот на этих пепитрах это, собственно, рисунки зверя. Вот такая неожиданная инсталляция, связанная с темой ткани, придения, потому что мы знаем, что и Лиза в «Гуси-лебеди» ткала из крапивы одни шили невидимое платье и так далее. Ну и, наконец, третий этаж «Сказка соловей». Маленькие рисунки помещены в такие фонари китайские. И здесь воссоздан китайский дворец. Опять же, с меди инсталляциями, с соловьем, который механическую птицу, которую мы заказали в театре образцовый, специально делалась по мотивам девятнадцатого века Штековина. И императором, императором, китайским императором, сделанный Катей Филипповой объем. Вот такое решение. Так, переходя с одного этажа на другой, мы оказываемся в разных моделях сказок. Может возникнуть впечатление, что дизайн избыточен. И нам говорили, что есть такой момент форсированного дизайна, но это надо было видеть, как по-разному, как ярко, неожиданно заиграли работы Зверева. Потому что Зверевские рисунки абсолютно не советские, они скорее более приближены к восточной полиграфии, и все это очень ярко неожиданно. В общем, нам нравится. Сейчас я прихожу к другому проекту. Вот в отличие от камерных проектов музея Зверева на Тверской, Ирской, в прошлом году прогремел наш большой проект, созданный Геннадьем Никитичем, в Новой Третьяковке. То, что открылось место Дома-художнике. 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 Ну, вы почувствовали обилие движущихся образов. Собственно, идея этого проекта, большого гранд-проекта в Третьяковке, сложилась из трех выставок, из трех экспозиций, которые были сделаны на разных площадках, в том числе в Италии. Речь шла об искусстве нонконформистов, шестидесятников, чем занимается музей Зверева, и в сопоставлении с кинообразами Андрея Тарковского. Три фильма Андрей Рублев, Сталкер и Солярис стали таким камертоном для того, чтобы создать экспозицию, создать экспозицию, куда внедрялись произведения художников неофициального искусства. Собственно, вот мы начинаем с Андрея Рублева. И главная задача состояла в том, чтобы найти вот этот баланс между картинами, между объектами, собственно, статичными, и кино. То, что кино сейчас возникает в музейных экспозициях, для всех уже далеко не новость. Но, как правило, эти кадры отсылают к стилю эпохи и так далее. Но в данном случае кино Тарковское было как самоценный арт-объект. И на десятках экранах были разложены кадры фильмов, которые превращались в своего рода кинокартины, в прямом смысле этого слова. И они уже сочетались, например, Андрея Рублева, картины Тарковского сочетались с картинами Дмитрия Плавинского, который также обращался к теме вечности, древнерусского искусства и так далее. Это первая часть экспозиции. Там же была создана вот такая инсталляция посвящения Тарковскому. Мы ее называли между собой капеллой, когда были выстроены вот такой коностас из образов Андрея Рублева. Личную высоту. Внутри уже находились распятия Дмитрия Плавинского и его плащаницы. Графические работы. Потрясающее было зрелище. Далее зритель переходил в такие темные коридоры с кадрами из «Сталкера» и картинами Петра Белинка. Петр Белинок, тоже открытие совершенно как художник, оказался для зрителей Третьяковки. И те и другие образы говорили об апокалипсисе, о некой зоне. И вот это вот в этом драматической темноте все это было представлено. Ну и, наконец, последняя часть экспозиции, то, что показывалось в Италии в фонде Франко Дзеферелли, а затем в Милане, в Монце, новый полет на Солярис. Воссозданы своего рода космические декорации, внутри которых, опять же, в таких своего рода окнах-иллюминаторах были расположены картины 12 художников-нонконформистов, в том числе и неживущих, Франциско-Инфанте, Солкова и так далее. Ну и сейчас музей, замечательная выставка-подарок, которую, к сожалению, мы не можем пока открыть. Так, Геннадий Никичев сделал новогоднюю экспозицию с работами Татьяны Черновой, одна из наших любимых современных художниц. И вот он создал такую инсталляцию мифических работ Татьяны. Тема «Благой вести», «Рождества». Ну вот и елка. Спасибо. С наступающим. Спасибо большое, Сергей. Я считаю, что тема музея Зверева, она тоже самая становится неисчерпаемой. Настолько интересен каждый проект музея, настолько совершенно самобытные концепции и работа Геннадия Никичева, каждый раз просто поражает вот своим каким-то оригинальным видением и пониманием, вот что такое экспозиция. Да, я забыл все-таки сделать какой-то маленький вывод. Еще раз подчеркну, что музей создает проекты современные, именно, то есть не, можно сказать, не музейные, а скорее галерейные, скорее обращенные уже к новому поколению и так далее. Ну, в общем, в этом видимо. Да, дорогие коллеги, вот наши слушатели, нас осталось только 85, а было 97. Это уже знак того, что все-таки утомление сказывается. Что я хочу сказать, вообще это совершенно грандиозная цифра для нашего круглого стола, с чем я поздравляю всех нас. Значит, эта тема интересна, значит, это хотят слушать, хотят видеть. И, безусловно, я думаю, то, что мы сегодня показывали, рассказывали, даже очень-очень вот так вот жестко и очень, ну, как бы, в рамках такого временного лимита, все равно, я думаю, было интересно, мне, во всяком случае, абсолютно интересно. И мне хочется сказать, что я всех очень благодарю, поздравляю, безусловно, с наступающим Новым годом. И очень надеюсь, что мы будем продолжать и сделаем еще и не один вот такой круглый стол. Почему? Потому что очень много тем, очень много и сейчас очень много проблем, тем. Это и новые мы выставки, это и новые музеи, это новые проекты, концептуальные, яркие, образные и по-разному, индивидуальные. И самое еще мне хотелось, как бы, отметить и сказать, коль уж мы сегодня встретились в преддверии Нового года, это еще поговорить о тех, кто ушел. И я думаю, что обязательно мы должны сделать даже, может быть, отдельно, вот тоже круглый стол и поговорить о творчестве Леонтия Озерникова. Я считаю, это блистательный художник, экспозиционер, который необыкновенно профессиональный, оригинальный, абсолютно не похожий ни на кого, необыкновенно плодотворный художник, и вспомнить его проекты, вспомнить его выставки. И, может быть, нам действительно надо еще встречаться и встречаться с тем, чтобы проговорить. Проговорить бездну информации, бездну, как бы, понимания и о всемирных выставках. Почему? Потому что это, вот я говорю, это безгранично. И этого никто не знает. Это что необыкновенно обидно. Почему? Потому что это могло бы быть потрясающей информацией для творчества, для такого вдохновения. И, наконец, для культуры, вот экспозиционной, выставочной культуры. Почему? Потому что экспозиционная культура, она и рождалась вот в таком вот, как бы, очень активном выставочном формате, как сейчас говорят, и потом, адаптировавшись, приходила в музей, на музейную площадку, в музейную экспозицию, на музейную выставку. И, как бы, мы еще сегодня видели о том, что, как правило, это работали одни и те же художники. Это было, это есть сейчас. И еще раз огромное спасибо. Благодарю всех, кто принял участие, и наших докладчиков, и тех, кто нас так долго и слушал внимательно, я надеюсь. И, конечно, надеюсь на какие-то будущие наши встречи. Спасибо огромное, и всех с наступающим Новым Годом. Спасибо. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Могим считать, что мы сегодня отработали, и можно нам, как бы, раскланившись и поблагодарив друг друга, уже заканчивать наш круглый стол, потому что Любовь Ивановна говорила, что уже следующая конференция. Я с Богом. Да. Всего самого доброго. До свидания. Мария, потрясающие организаторы сделали свою работу. Потрясающе сегодня. Спасибо. Спасибо, Володя. Всего самого доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Скрипкина и Мария. Несколько девочек. Всем всех благ. Юлечка, спасибо большое. Всех благ. Да, не за что. Мария Теринь, запись у меня ведется. Сейчас я ее сконвертирую, будет у меня запись. Тогда решим потом с ней. Мы обязательно потом вывесим и на сайтах, и пусть на сайте исторического музея, и на сайте НИИ Академии, и на сайте Строгановки. Так что информация об этом у нас будет. Вот. Да. Всего самого доброго. С Новым Годом. До свидания. С Новым Годом. Ну что, я тогда завершаю конференцию? Да, завершайте. Да, Юлечка, всего доброго. Все, счастливо. Все, всем спасибо. Уложились, самое главное. Уложились, совершенно уложились. Хорошо, что Конова не было. Хорошо, что Конова не было. Продолжение следует...